Глава 1. Второй шанс удар. Большая громоздкая нога приземлилась на живот молодого человека, который выглядел так, словно был просто мешком с кожей и костями. Я просил или не просил тебя принести больше денег на обед сегодня. Ты ждешь, что я буду голодать, сука. Выплюнул невысокий и здоровый молодой человек в школьной форме, нанося очередной удар ногой по тощей фигуре. Это заставило его сжаться и упасть, кашляя кровью на землю. Айш, будь осторожен, чувак. Не убей его или что-то в этом роде. Другой студент, стоявший рядом, вмешался. Не, эта сучка может быть бесхребетной, но он довольно вынослив. Разве не так, Лем? Разве ты не лучшая боксерская груша во всей школе? Здоровый ученик поднял ногу, чтобы нанести еще один удар по лежащему на земле, казалось бы, почти мертвому и свернувшемуся калачиком мальчику, но, к счастью для него, в следующую секунду громко прозвенел школьный звонок, привлекая всеобщее внимание. Хорошо, пойдемте. Это урок этой мерзкой старухи. Я не хочу провести свой вечер в заключении, снова пялись на эту уродливую задницу. Группа высоких и крепких старшеклассников поболтала между собой и небрежно вышла из маленького переулка, где так называемая боксерская груша была оставлена без всякого внимания и заботы. Лем лежал неподвижно, совершенно безмолвно и застывший, боясь даже сделать новый вдох, но это было не потому, что он боялся группу школьных хулиганов, которые только что избили его. Скорее это было связано с чем-то совершенно другим. Всего несколько секунд назад он боролся за свою жизнь, боролся за эликсир, который был одним из небесных сокровищ. Но как он мог сравниться с другими монстрами, которые тоже боролись с ним за это сокровище? В конце концов, он был всего лишь маленьким мальчиком. В конце концов, на него напали, и он был убит без единого вскрика, но почему-то вместо того, чтобы умереть, он вернулся в прошлое, на три года назад, когда все началось. По мере того, как медленно текли секунды, Лем все больше и больше убеждался, что все происходящее, реальность, а не просто извращенный сон. Сомнений не было. Он каким-то чудесным образом вернулся в те времена, когда был моложе, когда он еще учился в школе, когда все еще только должно было произойти. Это было так же реально, как его громко колотящееся сердце и так же реально, как его горящие раны, отдающие болью во все части тела. Лем не был человеком, которому была в новинку подобная боль. На самом деле, он вполне привык к этим ощущениям. Но вот к чему он не привык, так это к удаче. Именно так. Каким-то образом он оказался достаточно удачлив, чтобы получить такой невероятный второй шанс. Губы Лема скривились, когда он медленно поднялся с земли, его тело неустойчиво покачивалось, словно в любую секунду он мог снова упасть. Однако, в отличие от его дрожащего тела, его глаза были острыми и холодными. В них клубилась непостижимая тьма, которая наверняка напугала бы детей, которые всего несколько секунд назад били его. Я вернулся, усмехнулся Лем, стукнув кровоточащей рукой, сжатой в кулак, по обшарпанной стене рядом с ним. Раздался громкий стук, и ударная волна, прошедшая по его телу, оживила его. Медленно и неуклонно хромая, он вышел из переулка и прямо оттуда начал идти обратно к своему дому, даже не удосужившись взглянуть на школу, где он должен был сейчас сидеть. Лем тащил свое ушибленное тело до самой своей тесной квартиры, которая находилась примерно в десяти кварталах от школы. Хотя было чертовски больно, на его лице была лишь непристойно широкая ухмылка. Как только он приблизился к своей квартире, знакомая фигура высунула голову, мгновенно заставив широкую улыбку исчезнуть с лица Лема. Он был слишком сосредоточен на других вещах и совсем забыл о ней. Мей-мей. Его слова прозвучали шепотом, так как голос застрял в горле, и он бросился вперед, чтобы притянуть и обнять свою младшую сестру. Она все еще жива. Лем задрожал, когда обнял ее стройную фигурку. Брат, что случилось? Ты плачешь? Они и тебя сегодня сильно обидели? Девочка подняла голову и с жалостью посмотрела на опухшее, покрытое порезами и царапинами лицо Лема. Увидев его плохое состояние, она тут же расстроилась и зарыдала, и с глаз хлынули реки. Ах, ум. Лем тут же потерял дар речи. Сколько он себя помнил, у него всегда плохо получалось утешать девушек. Не зная, как утешить девочку, которая была младше его почти на четыре года, он взъерошил ей волосы и неловко сказал. Пойдем в дом и поговорим. Брат и сестра вошли в дом, и Лем закрыл за собой тусклую ржавую дверь. В маленькой тесной квартирке жили только они двое. Их родители погибли пару лет назад в результате несчастного случая на стройке, оставив этих двух брата и сестру совсем одних, без никого. Но у Лема была хорошая голова на плечах, и он как-то справился со всем и позаботился о том, чтобы они получили заслуженные деньги. Он был похож на задиристого пса, который не выпускает из рук свою кость. И хотя в итоге его обманули, он все равно что-то получил, и этого хватило на несколько лет. На эти деньги он снял эту тесную квартирку в здании в трущобном районе, которая явно нуждалась в ремонте. Но сейчас все это не имело значения. Сейчас ничто не имело значения, потому что всего через пару дней все должно было полностью измениться. Лема гляделся вокруг, чтобы увидеть место, которое было одновременно знакомым и незнакомым для него. Гнев и боль вспыхнули в его глазах, когда он вспомнил все, что произошло или, скорее, еще должно было произойти. Сжав кулак, он рухнул на землю и разразился громким маниакальным смехом. «Брат, ты действительно в порядке?» Маленькая девочка моргнула и уставилась на своего брата, который, казалось, полностью сошел с ума. «Хех, я в порядке, мей-мей. Не волнуйся, теперь все будет хорошо». Лем встал и первым делом нагрел ведро воды, чтобы промыть все свои раны. Его руки двигались быстро, как будто он хорошо знал, что делает, и он закончил первую помощь в течение нескольких минут, правильно перевязав все, что кровоточило и было сломано. Он также вколол пару обезболивающих, которые значительно уменьшили боли и помогли ему лучше соображать. Первым делом ему нужно было пойти и купить этот предмет как можно скорее. Лем еще раз осмотрел себя, чтобы убедиться, что с его травмами все в порядке, а затем надел пару чистых брюк и рубашку. «Брат, ты снова идешь в школу?» «Теперь не будет поздно», обеспокоенно спросила Милен. «Нет, малышка, я иду в другое место». «А?» Удивилась Милен. «В продуктовый магазин?» Но сегодня же не воскресенье. У брата и сестры был определенный распорядок дня, и она была удивлена этим новым изменением. Лем снова взъерошил ей волосы, заставив девочку мило надуться. «Я иду в игровой магазин. Скоро вернусь. Будь умницей». «Эх, эх, эх, эх». Чен Милен стояла на пороге в оцепенении, наблюдая за исчезающей фигурой брата. «Магазин игр?» «С каких это пор брат играет в игры?» Глава 2. Подготовка. Засунув руки в карманы брюк, Лем небрежно зашел в магазин электроники на углу улицы. «Брат, не мог бы ты дать мне капсулу для игры «Кровавая битва?» А?» Продавец магазина поднял голову, слегка испугавшись, так как покупатель, разговаривающий с ним, не был похож на человека, который мог бы позволить себе высококлассную игровую капсулу. Такая вещь стоила целое состояние. Только за последние десятилетия игры и игровое программное обеспечение сильно развились, и теперь игровые капсулы были в тренде. Они позволяли пользователям часами сидеть в системе, не выходя из нее, разве что поесть или сходить в туалет. Но чтобы купить «Кровавую битву», продавец мог сказать, что молодой человек перед ним не слишком хорошо зарабатывает. На самом деле, он выглядел так, будто давно ничего не ел. Поэтому он пожалел наивного на вид юношу и посоветовал. «Брат, ты уверен, что это именно то, что тебе нужно?» «Игра «Кровавая битва» на самом деле не так популярна. Почему бы тебе не выбрать «Violet Garden» или «Единэс Холд»?» «Я думаю, что в этих играх можно заработать больше денег. У меня тоже есть аккаунт в них, и я тоже играю неполный день, чтобы заработать больше денег». Клерк неловко хихикнул. Он был не намного старше Ляма и тоже относился к низшему среднему классу. Поэтому он мог ему сочувствовать. Лям терпеливо выслушал мужчину, но услышав все, только покачал головой. «Спасибо за вашу доброту. Я думаю, что пока буду придерживаться боевого снаряжения крови». Видя, что он уже принял решение, Клерк не стал больше беспокоиться. В конце концов, он также получит неплохие комиссионные, если кто-то купит это безумно дорогое снаряжение. «Хорошо, дайте мне ваш адрес. Я организую доставку». Половина оплаты сейчас, половина – при доставке. Лям спокойно улыбнулся и кивнул. Он достал карточку, которой, похоже, пользовались всего раз или два, и провел ею по автомату, завершая оплату. «Дзинь». Автомат подал звуковой сигнал, съев большой кусок его расчетных денег, которые он тщательно откладывал и оберегал. Игровые капсулы были очень дорогими, особенно капсула кровавой битвы, которая была одной из самых дорогих на рынке в настоящее время. Их игра могла быть отстойной, но капсула была первоклассной. Почему Лям все же купил эту капсулу? Да потому что он знал то, о чем другие еще не догадывались. Примерно через два дня все игры будут необъяснимо взломаны и сотрутся в небытие. Неважно, была ли это кровавая битва, Виолетт Гарден или Единый Схолд, все волшебным образом исчезнет, чтобы быть замененным единственной и неповторимой игрой эволюции онлайн, в которую можно было играть с любой игровой капсулой, независимо от того, какая игровая компания изготовила капсулу. Несколько компьютерных экспертов, хакеров из Даркнета по всему миру попытаются исправить ситуацию и разгадать тайну, но в итоге все они потерпят неудачу. Никто не смог получить даже намека на новую загадочную игру «Эволюция онлайн», которая неизбежно захватит мир. Однако это было только начало. Самое страшное наступило после первого крупного патча, когда реальность внезапно слилась с виртуальной реальностью. Люди, способные расколоть камень на части в игре, с удивлением обнаруживали, что могут сделать то же самое и в реальной жизни. Способности, сверхспособности, магия, тьма, все перетекало из игры в реальность. Однако, несмотря на то, что можно было бы подумать, это было бы нехорошо. Мир погрузится в полный и абсолютный хаос и погрузится в апокалиптическую кровавую баню. Правительства будут заменены гильдиями и королевствами, а корпорации будут метаться за ними, пытаясь спасти хоть какую-то ценность, которая еще имеет ценность. Это было бы началом совершенно новой эры. Лем крепко сжал свою банковскую карту, когда в его голове промелькнули воспоминания о страшном будущем. Он все еще не знал, почему и как ему удалось каким-то образом вернуться в прошлое, но теперь, когда он это сделал, он был полон решимости ухватиться за каждое преимущество, которое только мог получить. Именно поэтому он выбрал лучшие из доступных на данный момент снаряжений, хотя оно стоило в пять раз дороже других капсул. Сообщив все необходимые детали и быстро завершив сделку, Лем вышел из магазина. Он не стал объяснять свои действия продавцу. Тот действительно был добр к нему, но он давно потерял веру в человечество. Решив вопрос с игровой капсулой, Лем зашел в ближайший магазин бытовой техники и внес предоплату за электричество и интернет с более высокой пропускной способностью. Затем он направился в продуктовый магазин и закупил огромное количество припасов и сухих продуктов, которые не нуждались в охлаждении. Через несколько часов он, наконец, закончил все предварительные приготовления и начал возвращаться домой. Лем посмотрел на свою карту, которая теперь казалась более легкой, и с его губ сорвалась легкая усмешка. Он ставил все, что у него было, на себя. Кому-то это может показаться импульсивным, но он знал, что это его единственный шанс выжить и изменить судьбу свою и своей сестры. Глава 3. Вход в систему брат. Это действительно нормально? Милин посмотрела на Лема, который деловито готовил пир для них обоих на своей одноконфорочной плите. Конечно, да. Мы оба все еще растем, и нам нужно много питательных веществ. Это была всего лишь маленькая однокомнатная квартира, поэтому она могла ясно видеть, как ее брат гудит и потеет, готовя разнообразные блюда с улыбкой на лице. Запах был настолько вкусным, что она даже не могла сосредоточиться на домашней работе. С каких это пор ее брат научился так готовить? С почти видимой слюной на лице девочка встала и подошла к Лему. Братик, а как же школа? Ты не ходил в школу последние два дня? Школа? Ха-ха-ха. Лем хотел громко рассмеяться и сказать, какими бесполезными скоро станут учебные заведения, но вместо этого он просто с улыбкой потрепал сестру по голове. Твой брат тупой. Поэтому я буду рассчитывать на то, что Мей-Мей будет хорошо учиться и поможет мне в будущем. Ах-ах. Не говори так, брат. Маленькая девочка надула щеки. Затем брат и сестра немного пошутили и поболтали, после чего принялись за першество. Лем уже давно не мог наслаждаться подобной едой. В прошлой жизни он жил как дворняга. Он был слаб, чтобы обеспечить свою сестру, и в конце концов не смог спасти ее, когда случились ужасные вещи. На этот раз он не допустит повторения всего этого. Холодный блеск появился, а затем исчез. Его губы снова искривились в улыбке. Затем двое поболтали и посмеялись некоторое время, после чего Милен вернулась к домашней работе, а Лем сел рядом с ней и уставился в единственное окно их квартиры. Оставалось еще шесть часов. Патчи замена текущих видеоигр на эволюцию онлайн произойдет сегодня вечером, ровно в 16.00. Лем посмотрел на игровую капсулу, которая теперь занимала половину пространства их гостиной. Хотя неизбежное будущее все еще немного пугало его, он также не мог не чувствовать смутного возбуждения и предвкушения, бурлящего в его жилах. Он уже составил план, как он будет действовать, поэтому, не имея особых дел, он завел будильник на 15.30 и решил немного вздремнуть. Но, к сожалению, он был слишком взволнован, чтобы заснуть, а солнце светило вовсю. Хотя они находились на первом этаже, они все равно чувствовали летнюю жару. Лем щелкнул языком, встал и достал из морозилки пару палочек мороженого. Одну он отдал Милин, а другую немного пососал. Он увидел, что его трудолюбивая младшая сестра сразу же вернулась к своим занятиям, даже когда ела мороженое. Он не мог не улыбнуться. Если ты так усердно работаешь, то, наверное, пора и мне начать. Поначалу Лем хотел начать все с того момента выхода Патча, чтобы дать себе небольшую передышку, но поскольку его трудолюбивая сестра ставила его в тупик, он решил хотя бы немного размяться. Сняв со своего тела всю одежду, кроме боксерских трусов, он начал выполнять уникальную серию упражнений. Его тело все еще представляло собой мешок из кожи и костей, поскольку он хорошо питался только последние пару дней, поэтому все его позы были очень шаткими и неуклюжими. Однако всего за несколько минут он выровнял даже эти шаткие позы и легко взял свое тело под контроль. Под струйками стекал по его худому телу, пугая маленькую девочку до смерти. «Брат, ты сейчас что-нибудь сломаешь? Ааа!» – закричала Милин, видя, как он скручивает свое тело в различные формы, словно крендель. Во-первых, ее брат выглядел как скелет, делающий упражнения, а во-вторых, какого черта он принимал эти совершенно случайные позы. А когда он сделал одну позу, которую она смогла узнать, это все равно напугало ее, потому что Лем стоял вверх ногами, поддерживая все свое тело только указательным пальцем. Несмотря на обеспокоенные взгляды сестры, Лем продолжал тренировку еще полчаса, прежде чем, наконец, принял детскую позу и немного расслабился. В мгновение ока наступило 15.50, и Лем понял, что пора. «Ми-ми, иди сюда!» Он махнул рукой и позвал свою младшую сестру. «Дверь сейчас заперта. Никому не открывай, даже если постучат. Не выходи на улицу. Не ходи завтра в школу. В холодильнике есть еда на случай, если ты проголодаешься. Если тебе скучно, просто смотри телевизор. Время от времени прыгай или танцуй. Не надо постоянно просто сидеть. Ты также не должна прикасаться к игровой капсуле. Будь хорошей девочкой. Сиди здесь и жди брата, хорошо?» Лем взъерошил ее волосы и тщательно проинструктировал ее. Он знал, что его сестра боготворит его и никогда его не ослушалась, поэтому он доверился девочке и не стал снимать другую квартиру для игровой капсулы. Дав ей еще несколько советов и запретов, он быстро заскочил в капсулу, открыл ее и закрыл за собой. Внутри была кромешная тьма, что было хорошо, потому что иначе игроков охватило бы чувство клаустрофобии. Капсула была устроена таким образом, что игрокам казалось, будто они парят в небытили, по крайней мере, пока не войдут в игру. Как только они войдут в игру, все их сознание будет занято игрой, и они не будут чувствовать ничего, связанного с капсулой, в которой находится их тело. До четырех часов дня оставалось еще несколько минут, поэтому Лем вошел в игру «Кровавая битва». Все, что ему нужно было сделать, это сказать войти, и он вошел. Почти сразу же перед ним появился окровавленный меч, с краев которого капала густая красная кровь, а его сознание уже унеслось в виртуальную реальность. Добро пожаловать в кровавую битву. Это начал объявлять роботизированный мужской голос, но не успел он закончить первую строчку, как голос оборвался, изображение исказилось, и окровавленный меч полностью исчез. Вместо него в кромешной тьме появилась небольшая подарочная коробка и громко заиграла к Элизе Бетховена. Вот оно. Лем сжал кулаки, его дыхание участилось, а сердце колотилось с каждой секундой. Поскольку он раньше не видел этой вступительной части, ему стало любопытно, что это за подарочная коробка. Маленькая ручка на боковой стороне коробки начала медленно раскручиваться, и через пять секунд окружающая его темнота треснула и разбилась в дребезги, рассыпавшись вокруг него, словно осколки черного витражного зеркала. Подарочная коробка, музыка и темнота полностью исчезли, и Лем обнаружил, что стоит или, скорее, парит в очень знакомом огромном голубовато-фиолетовом небе. Он даже чувствовал дуновение ветерка, проносившегося мимо него. Глава 4. Создание персонажа Лем резко вдохнул воздух и крикнул «Я вернулся». Ничуть не испугавшись, позади него внезапно раздался голос, и он тут же обернулся, чтобы услышать знакомые слова. «Добро пожаловать, землянин!» «Я Ильяна! Я буду твоим проводником на сегодня!» Маленькая фея с двумя блестящими розовыми крылышками на спине жужжала вверх-вниз, естественно, летая в воздухе. Лем, с другой стороны, знал, что сейчас он летит над миром только благодаря магии феи. Это его Лутеон Анлине, новая и захватывающая игра. «Не хочешь ли ты стать искателем приключений в нашем мире?» Ильяна взмахнула крыльями и спросила с милой улыбкой, обнажившей ее ямочки. «Я согласен», — просто ответил Лем. «Хотя это был простой вопрос», он знал, что на самом деле это было очень формальное согласие, которое спрашивали у каждого, кто хотел попасть в эту игру или, скорее, в этот мир. В его прошлой жизни бывали случаи, когда некоторые люди отказывались и, как следствие, им не разрешали войти в игру еще месяц. К тому времени игра разрослась в геометрической прогрессии, и тем людям, которые опоздали на месяц, оставалось только проглотить свою горькую правду и остаться в пыли, навсегда отстав от остальных. Более того, в этой игре нельзя было создавать отдельные аватары или менять свою внешность. Все из реального мира было прямо отражено в игре, и у каждого была только одна попытка сыграть в игру. Невозможно было завести несколько аккаунтов или начать игру заново. Это было одновременно и благословением, и проклятием. Закончив с согласием, фея начала краткое вступление. Есть разные классы. Не нужно. Лем резко оборвал ее. Весь его мозг уже был до краев заполнен информацией об игре, и он не хотел тратить время впустую. Также не было никаких секретных преимуществ или скрытых призов для людей, слушающих всю эту скучную лекцию, поэтому он резко остановил фею. Милая Ильяна хлопала крыльями, слегка нахмурившись. Тем не менее, она перешла к следующей теме. Сейчас я проведу полное сканирование вашего тела, игрок Лем, и ваш персонаж будет окончательно сформирован вскоре после сканирования. Лем кивнул, почувствовав, как волна энергии прошла через его тело. Он вдруг почувствовал себя обнаженным, как будто ничего не мог скрыть от стоящей перед ним женщины, как будто она заглядывала в самую его душу. Другие могли бы быть впечатлены такой силой, проявленной феей, но он знал, что это просто использование навыка инспекции высокого уровня. Просканировав его сверху донизу, фея покрутилась вокруг него и восторженно воскликнула. Поздравляю! Теперь ты готов войти в наш удивительный и прекрасный мир, Сион. Желаю тебе удачи, игрок Лем. Прежде чем Лем успел как-либо отреагировать, пространство вокруг него снова исказилось, и он обнаружил себя стоящим посреди людной улицы. Ух ты! Что это за игра, чувак? Я играл во что-то другое и вдруг оказался здесь. Это выглядит так реально? Да, я не знал, что видеоигра может быть настолько реалистичной. Какого хрена я тоже толстый в игре? Разве я не могу сменить свой дурацкий аватар? Аааа, это слишком разочаровывает. Хех, ты разочарован тем, что не можешь сделать себя красивым и подцепить какую-нибудь симпатичную цыпочку. Что? О чем ты вообще говоришь? Большинство этих игроков, парни, посмотри вокруг. Я не вижу ни одной девушки. Наверное, пол, возраст и внешность нельзя изменить? Фух, так даже лучше. По крайней мере, когда я с девушкой, я знаю, что я с девушкой. Хорошо, давайте выйдем и найдем больше информации об игре. Я даже не представляю, с чего начать. Лем был полностью окружен другими игроками в деревне новичков, и громкая хаотичная болтовня доносилась со всех сторон. Все изо всех сил пытались разобраться в эволюции онлайн, поскольку она внезапно была запущена в их игровой капсуле без какого-либо предварительного предупреждения. Игра также была очень необычной и странной в том смысле, что она была почти слишком реальной. Человек не мог изменить ни одну часть своей личности, а также мог двигаться и чувствовать вещи, как если бы он находился во внешнем мире. Такая реалистичная игра значительно отличалась от других видеоигр, которые были представлены на рынке. Была ли это своего рода стратегия партизанского маркетинга для игры? Никто ничего не знал об этом, даже компания, выпускающая игру. Это было очень необычно, поскольку такие подробности активно рекламировались в начале каждой игры. Но здесь такой информации не было. Никто не знал, откуда взялась игра и как они смогли войти в нее. Некоторые даже беспокоились, не похоже ли это на популярное аниме, где игроки оказываются в ловушке игры, и смерть в игре означает смерти в реальном мире. Поэтому они немного сомневались в том, что смогут свободно исследовать новую игру. Конечно, более заядлые геймеры и другие отважные молодые люди не стали мешкать. Они сразу же начинали общаться с местными НПЦ, чтобы начать получать задания, ведь это было очевидным началом любой игры. Лем тоже был среди этой группы игроков, однако он не стал бесцельно слоняться по городу и выпрашивать квесты. Он сразу вышел из деревни новичков, пока толпа не поредела и не прекратился шум. Хорошо, сначала я проверю свое окно статуса. Глава 5. Начальная статистика. Лем сел на камень прямо за деревней новичков и открыл окно статуса. Рядом с ним несколько человек уже сражались с кроликами и белками, зверями начального уровня. Однако Лем не торопился. На самом деле, он не собирался пока что набирать очки опыта. Он спокойно открыл окно статуса и первым делом взглянул на информацию. Имя. Чан Лем. Вид. Человек. Пол. Мужской. Уровень. 1.0.200. Титул. НД. Класс. НД. Здоровье. 10.10. Мана. 10.10. Выносливость. 2. Интеллект. 2. Сила. 2. Защита. 2. Живучесть. 2. Ловкость. 2. Ха-ха-ха. Лем усмехнулся, увидев свою знакомую жалкую стартовую статистику, и быстро закрыл экран. Начальные показатели варьировались от 0 до 20 в зависимости от предыдущего состояния каждого. Лем был очень истощен, а его нынешнее тело не имело никакой физической подготовки, поэтому неудивительно, что все его начальные характеристики были ниже. В конце концов, он и в прошлый раз начинал с такими же показателями, но разница была в том, что теперь он знал, что делать. Эта небольшая разница в способностях на старте может показаться незначительной, но в конечном итоге она замедляла вас и толкала на дно еще до начала игры. Лем покачал головой, вздыхая, а затем открыл инвентарь. Там лежала поношенная пара штанов, потертая пара ботинок, рубашка без рукавов, порванная тут и там, и, наконец, ржавый длинный меч. Это были начальные предметы, которые выдавались всем игрокам при входе в игру, все одинго уровня и практически бесполезные. Но поскольку Лем был в трусах, он все равно взял эти мусорные предметы и экипировал все. Три предмета одежды дали по один очку защиты, и его предыдущие два защиты сразу же увеличились на три очка. Это повышение было не таким уж большим, но блуждание в полуголом виде иногда раздражало некоторых НПЦ, а Лем не мог запомнить характеристики каждого НПЦ. Поэтому, чтобы подстраховаться, он надел на себя все. После того, как вопрос с одеждой был решен, Лем открыл карту, чтобы проверить, где он находится. Начинающие игроки обычно спаунились в деревнях новичков, которые находились на окраинах городов, и Лем заспаунился в деревне Колдуатер. Это была небольшая деревня без большого количества ресурсов в северной части королевства Греш. Хаймымым. Значит, час ходьбы до следующего города. Хорошо, погнали. Конечно, можно было добраться до следующего города и за гораздо меньшее время, но Лем пошел окольным путем, по которому часто ходили жители деревень и торговцы. Он сделал это потому, что не хотел наткнуться на диких зверей и быть вынужденным сражаться с ними. Не то чтобы он был слишком слаб, чтобы сражаться с этими зверями. Скорее, он хотел, чтобы его список был чистым. Поэтому, пока остальные охотились на диких зверей и выполняли стартовые задания, чтобы повысить свой уровень, Лем один неторопливо шел к следующему городу. Это заняло у него чуть больше часа, но, как он и хотел, он добрался до места назначения без каких-либо заминок. К счастью, в отличие от больших городов, в мелких городах не было платы за вход, поэтому он смог спокойно пройти мимо городских стражников. Если я правильно помню, Лем остановился у входа в шумный город и глубоко вдохнул, после чего зашагал по людным улицам. По сравнению с деревней новичков, город Басла был намного больше, в нем было несколько магазинов, торговцев и даже аукционный дом. Лем направился к одному из самых броских зданий в северной части города – банку. Но он не стал заходить внутрь банка, так как для того, чтобы занять в нем деньги, требовалась определенная репутация и известность. Скорее он зашел в небольшое здание на той же улице, всего в паре кварталов от банка, с вывеской «Ломбард Лилани». Внутри магазина сидел толстый продавец, который расплылся в подозрительной ухмылке, как только увидел вошедшего Лема. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня вам, молодой человек. Что привело вас в мое маленькое заведение этим прекрасным утром? Лем закатил глаза и прямо ответил, не утруждая себя формальностями и напускными любезностями. «Мне нужен заем в 100 золотых монет». Он знал, что нет смысла пытаться умаслить этого толстяка, поскольку все расставщики в игре были чрезвычайно жестоки и голодны. «Аааа, какая большая сумма для такого маленького парня, как ты?» «Хорошо, хорошо. Молодые люди должны быть амбициозными. Мне нравится твоя смелость, молодой человек. Но отдать их тебе или нет?» «Хай мэм мэм». Лавочник постучал пальцем по столу перед собой, оглядывая Лема с ног до головы. «Хорошо. Я решил. Сегодня твой счастливый день. Хотя ты не выглядишь особенно надежным, я все равно одолжу тебе эту сумму. Вот это афера». Лем внутренне усмехнулся. Этот человек говорил много красивых слов, но в конце концов все это было ложью, потому что он одолжил бы все, что угодно, кому угодно. Процентная ставка была просто запредельной. День. Получен кредит в размере 100 золотых монет. День. Процент. 10 золотых монет в день. День. Если к концу недели не будет возвращена вся сумма вместе с процентами, игрок будет лишен всего и навсегда заключен в тюрьму. День. Вы первый человек, получивший кредит. День. Вы получили титул «Погрязший в долгах». «Погрязший в долгах». Когда титул экипирован, он дает 5% бонус при расчетах на аукционе. Лем уставился на уведомление, не зная, смеяться ему или плакать. Несмотря на то, что название было слишком близко к сердцу, он все равно был рад небольшому сюрпризу. Он криво усмехнулся и вышел из ломбарда. Глава 6. Ремесленная комната. Лем сжал маленький мешочек со 100 золотыми монетами и вышел из ломбарда. Мешочек тяжело лежал на его руке. В настоящее время в игре люди все еще торговались за медные монеты, в то время как он уже занял 100 золотых монет. Динаминация валюты была не слишком сложной и довольно простой. 100 медных монет равнялись серебряной монете, а 100 серебряных монет равнялись золотой монете. Золото было самой высокой валютой, а предметы и расходные материалы большей стоимости часто обменивались не на монеты, а на драгоценные камни. Точная стоимость каждого драгоценного камня была разной, и обычно она колебалась от нескольких сотен до тысяч или даже большего количества золотых монет. Поэтому, учитывая все, сумма в 100 сотен золотых монет была астрономической для персонажа первого уровня. Тем не менее, Лиам уверенно выпрыгивал на одну улицу за другой и бежал через весь город, остановившись только тогда, когда достиг знакомого торгового здания. Он вошел внутрь и подошел к одному из открытых окон. Здравствуйте, я хотел бы арендовать комнату для ремесел, спросил Лиам у торгового представителя. Женщина кивнула и достала из-под стола медальон. С вас 10 серебряников. Прежде чем расплатиться, Лиам взял лист бумаги из стопки сбоку и нацарапал на нем ручкой, привязанной к прилавку. Я также хотел бы купить эти ингредиенты. Он передал его ей. Женщина посмотрела на бумагу, ее глаза слегка расширились от шока. Все перечисленное было очень дорогим, и теперь она стала больше уважать тощего молодого человека, стоящего перед ней. Всего 100 золотых монет, сэр. Если вы уделите мне несколько минут, я, Лана, могу лично доставить все вещи в вашу комнату. Женщина захлопала ресницами, даже представившись, и застенчиво улыбнулась Лиаму. Его это позабавило, но он не был новичком, и у него не было времени возиться с инпеце. Хорошо, спасибо. Пробормотал он и направился к комнате 5, номер которой был указан на его медальоне. День. Вы вошли в комнату ремесел. День. Ваш шанс на успех в ремесле теперь увеличен на 5%. Перед ним выскочила пара системных уведомлений, которые Лиам смахнул. Затем он сел в центре небольшой комнаты, оставив дверь открытой. Вскоре появилась Лана с широкой улыбкой на лице. Она поклонилась и снова поприветствовала его, обнажив свою пышную грудь, а затем достала из инвентаря все предметы один за другим. Через минуту небольшая комната была полностью заполнена различными предметами, включая большой котел, несколько пакетов с травами, кости, пузырьки с кровью и, наконец, два больших ведра с чистой водой. Лиам удовлетворенно кивнул. Это все. Спасибо. НПЦ еще раз застенчиво улыбнулась, прежде чем выйти из комнаты и закрыть дверь. Ну вот и все. Лиам успокоил себя и начал с того, что активировал руну на котле, для чего просто приложил к ней отпечаток большого пальца. Эта руна позволяла регулировать тепло, производимое котлом, но для этого Лиам должен был иметь гораздо более высокий уровень и огромное количество маны в своем распоряжении, не говоря уже о большем контроле над ее использованием. Лиам просто прижал большой палец к котлу, а затем убрал руку, чтобы активировать автоматическую регулировку тепла. Хотя оно было не таким уж и большим, но все же достаточно приличным, чтобы удовлетворить его текущие потребности. Затем Лиам начал разворачивать стебли трав, ожидая, пока вода в котелке закипит. Женьшинь. Марикарин. Корень ленте. Боноситу. Он брал травы в руки одну за другой, нюхал их, запоминая их текстуру и свойства, которые уже глубоко засели в его мозгу. В прошлом было время, когда он был рабом. Его и еще нескольких человек заставляли с рассвета до заката заниматься скучным ручным трудом, собирая травы на горе. Но это было только начало, и на самом деле это было одно из самых приятных воспоминаний. В своей жизни он переживал и гораздо худшие вещи. Хей. Позвольте мне не зацикливаться на прошлом. Лиам горько улыбнулся и начал добавлять травы в кипящую воду. Он добавлял их в определенной последовательности в соответствии с рецептом, который он помнил. В эволюции онлайн было много способов получить рецепты для ремесел, но метод Лиама был уникальным, поскольку он воспроизводил все из головы. Как только травы были добавлены, кипящая вода в котле приобрела светло-желтый оттенок. Затем Лиам одновременно добавил кости зверя и капли крови, от чего жидкость приобрела насыщенный красный цвет. Почти сразу же он отступил назад, как раз вовремя, чтобы избежать мощной ревущей ауры, просочившейся из котла. День. Создано зелье низкого класса для очищения тела. День. Получен рецепт зелья низкого качества для очищения тела. День. Вы получили навык алхимия. День. Ваш уровень владения навыком алхимии повысился до начального уровня. Температура в маленькой ремесленной комнате мгновенно поднялась, и Лиам обливался потом сверху донизу. Ремесленная комната внезапно превратилась в его личную сауну. Выглядит достаточно хорошо. Он удовлетворенно кивнул, а затем начал расстегивать рубашку, обнажая свое костлявое слабое тело. Он снял штаны, обувь и нижнее белье, и когда он был полностью обнажен, он шагнул в шипящий кипящий котел. День. Здоровье минус один. День. Здоровье минус один. Сразу же начали выскакивать уведомления об опасности, но Лиам не спеша устроился в котле поудобнее. Хотя это был огромный сосуд, ему все равно было неудобно помещать в него все свое тело, погружая его под кипящую красную жидкость. Глава 7. Тренировочный зал Лиам открыл экран статуса и увидел, что его здоровье медленно уменьшается на один пункт за раз, а учитывая, что у него было всего 10 пунктов здоровья, он затаил дыхание и уставился на экран, хотя был уверен в результате. Его здоровье действительно упало до 3.10, но затем остановилось. Кипящая вода теперь казалась прохладной и освежающей для его тела. Различные эссенции тщательно смешивались друг с другом. Время шло, и темно-красный цвет жидкости в котле начал медленно исчезать. Все эссенции понемногу впитывались в тело Лиама. Он закрыл глаза, наслаждаясь теплым и питательным ощущением. Через часть темно-красная жидкость стала почти полностью прозрачной и бесцветной. Однако в следующее мгновение цвет снова начал меняться. Прозрачная и чистая вода начала медленно становиться все мутнее и мутнее, поверх нее плавала черная маслянистая грязь. И, что удивительно, источником этой грязи был сам Лиам. Из его портикла зеленовато-черная липкая жидкость. После поглощения эссенции различных трав и костей, его тело начало изгонять огромное количество примесей, присутствующих в плоти и костях. Вскоре весь котел окрасился в черный цвет, а вода превратилась в густую жижу. Бля, я воняю. Лиам зажал нос и вышел из котла, следя за грязной жижей на полу ремесленной комнаты. В каждой комнате была ванная и туалет, поэтому он сразу же направился в душ, оттирая себя, пока не почувствовал себя чистым и свежим. Хотя он все еще был похож на мешок с костями, его тело теперь сияло здоровьем, а на коже не было ни единого пятнышка. Прыщи и веснушки на лице тоже исчезли, придав ему аккуратный вид. Затем Лиам быстро надел свою поношенную одежду новичка. На котле была руна автоматического сброса, которая при активации полностью очищала котел изнутри. Поэтому он открыл свой инвентарь, в котором было всего 10 слотов, и бросил котел в один из них. Привет. Я закончил с ремесленной комнатой. Он передал медальон комнаты обратно Лане, которая теперь смотрела на Лиама еще более недоверчиво. Она видела, что он как-то сильно преобразился за такой короткий промежуток времени. Она бы не назвала его красивым, потому что его тело все еще было очень неприятным, как будто он был просто кожей, покрывающей скелет, но черты его лица теперь были более резкими. Его черные глаза казались непостижимо глубокими. Лана сглотнула, не понимая, что открыто глазеет на молодого человека. Она хотела спросить, как он это сделал, но, к сожалению, он уже вышел, и вдалеке виднелась только его спина. Лиам вызвал экран статуса, чтобы еще раз посмотреть свои основные показатели. Имя. Чан Лиам. Вид. Человек. Пол. Мужской. Уровень. 1.0.200. Титул. Влезая в долги. Класс. Н.Д. Здоровье. 50-50. Мана. 70-70. Выносливость. 10. Интеллект. 14. Сила. 10. Защита. 11. Живучесть. 13. Ловкость. 12. Хэм. Неплохо, но я могу лучше. Лиам щелкнул языком и пошел к следующему месту назначения, главному тренировочному залу города. Хотя здесь было гораздо меньше народу, чем в деревне новичков, в тренировочный зал все равно входило и выходило много людей. На площадке перед высоким прямоугольным зданием с кирпичной стеной стояло несколько игроков, которые без устали атаковали пугало, используя все виды оружия и даже базовые магические заклинания. Это место предназначалось для изучения и отработки базовых навыков у инструкторов тренировочного зала, но некоторые люди оставались здесь дольше, чем нужно, и повторяли один и тот же набор действий снова и снова. Это, конечно, была одна из стратегий получения бонусных очков характеристик, но очень трудоемкая и скучная. Например, если постоянно махать мечом сотни или тысячи раз, выматывая выносливость почти до отказа, можно было получить 1-2 очка выносливость. Однако, чтобы получить это преимущество снова, нужно было взмахнуть мечом миллион раз, чтобы получить следующую прибавку к статам. Так что, в конечном счете, это был неэффективный способ провести время, но некоторые перфекционисты все же предпочитали сражаться за каждое преимущество, которое они могли ухватить. Лям даже заметил пару женщин в группе, которые размахивали мечами без передышки. На данном этапе игры женщины были большой редкостью, поэтому он не мог не бросить на них взгляд, прежде чем переключить свое внимание на инструктора, который сидел в углу на деревянном стуле с палкой на коленях. Как только взгляд Ляма упал на мужчину средних лет, глаза мужчины тоже переместились на него, встретившись его взглядом. От его тела мгновенно исходила властная аура. Другие игроки, возможно, были бы хотя бы немного напуганы такой сильной аурой, но Лям просто кивнул инструктору и подошел к одному из пустых мест на земле перед зданием тренировочного зала. Он, конечно же, не собирался выполнять обычные упражнения, которыми занимались другие. Не было смысла гоняться за каждым отдельным показателем. У него было много более важных дел, которые нужно было успеть сделать до того, как закончится время. Он положил ржавый меч, который носил с собой, обратно в инвентарь и, сделав глубокий вдох, начал медленно выполнять серию движений. Глава 8. Закалка тела и... Кто он, черт возьми, такой. Он пытается привлечь к себе внимание, делая эти странные позы. Чувак, класс йоги в трех улицах отсюда. Иди и делай позы кошки и коровы там. Как неловко. Ты должен просто удалить игру. Ну и размазня. Посмотри, какая у него чистая кожа. Держу пари он дно для какого-то чувака. Лиам, однако, даже не слышал насмешек, которые были направлены на него и на то, что он делал. Использование целебных трав и звериных эссенций для удаления нечистот из тела было лишь начальным шагом. Чтобы по-настоящему закалить тело и сделать его идеальным сосудом для использования и поглощения маны, нужно было сделать еще много шагов. И среди всего этого Лиам решил в первую очередь сосредоточиться именно на этом. Несмотря на то, что в прошлый раз он получил много уроков, причем все они были самыми тяжелыми, одним из самых важных уроков было значение основы тела. Если фундамент несовершенен, то все остальное будет иметь недостатки, и человек никогда не сможет достичь вершины силы и могущества. Поэтому Лиам проигнорировал несколько насмешливых взглядов и продолжил выполнять серию движений по закаливанию тела, целью которых было удаление второго слоя загрязнений в его плоти и мышцах. На самом деле, эти движения не были каким-то древним тайным искусством и не представляли собой ничего особенного. Это были простые движения, и, как кто-то заметил, они представляли собой комбинацию силовых тренировок и упражнений йоги. Вскоре, через месяц или около того, об этом узнают другие игроки, но к тому времени игра уже взорвется, и несколько человек пожалеют, что не сделали эти базовые упражнения, когда они только начинали, так как это было самое оптимальное время для подготовки своего тела. Конечно, можно было заниматься и позже, но эффект был не таким заметным. И была еще одна причина, по которой Лиам решил выполнить этот комплекс упражнений в тренировочном зале прямо на глазах у всех, и особенно у инструктора. Это был толчок к выполнению уникального задания. Лиам усердно работал, его тело покрылось слоем липкого пота, когда он постоянно извивался, принимая различные формы и размеры. Прошло почти три часа, и толпа вокруг него то увеличивалась, то уменьшалась. Все входили и выходили из тренировочного зала, наблюдая за ним, а затем, посмеиваясь про себя, уходили, чтобы продолжить свои собственные поиски. Лишь некоторые оставались постоянно и наблюдали за Лиамом с самого начала. Это были игроки, которые занимались с чучелами, чтобы получить дополнительные статы. Как вы думаете, ребята, сколько часов этот дурак собирается потратить? Я хочу посмотреть, чего достигнет этот идиот, прокомментировал высокий, худой и мускулистый парень, размахивая мечом и ловко нанося удары по тренировочному чучелу. Рядом с ним стояли две молодые женщины, которым на вид было около 20 лет, и они тоже привлекали внимание. У них было стройное тело с изящными изгибами и хорошие черты лица. Та, что сидела справа, с длинными рыжими волосами, добавила к комментарию мужчины. Тебе следует перестать беспокоиться о других и обратить внимание на свой собственный прогресс. Да, Алекс, перестань быть такой грубой со мной. Высокий парень тут же вздохнул, на что женщина по имени Алекс просто рассмеялась в ответ. Это занимает много времени. Я не думаю, что есть еще какой-то смысл в этом. Пойдемте, добавила мя. Женщина слева с длинными вьющимися светлыми волосами. Ааа. Но я очень хочу посмотреть, что задумал этот парень. Заткнись, Рей. Если хочешь, продолжай тратить свое время. Мы с Алексой уходим. Хорошо. Хорошо. Сестренка, пожалуйста. Не говорит так резко. Высокий парень по имени Рей сложился, как колода карт, и уступил двум своим упрямым сестрам. Однако он сделал это только потому, что, в отличие от других его подруг, две его сестры были настоящими монстрами, когда дело касалось игр. Если бы они захотели, то легко могли бы сделать карьеру в киберспорте, но они просто иногда играли с ним для удовольствия. Все трое были из богатых семей, и у них не было необходимости работать ради денег или еды. Одних только доходов от их инвестиций было достаточно, чтобы прокормить следующие девять поколений. Они зашли в эволюцию онлайн только потому, что эта игра произвела фурор, взломав и разрушив все остальные игры. Поскольку об эволюции онлайн говорили почти все и по всем каналам новостей, они втроем тоже зашли в игру, чтобы посмотреть, что это такое. Ирей не хотел упустить эту золотую возможность быть увлеченным двумя богинями, поэтому он отправился вместе с ними исследовать этот новый и загадочный мир. Пообщавшись, они быстро отказались от заучивания бонусных статов и отправились в тренировочный зал, чтобы выбрать свой класс. Игроки могли выбрать определенный класс для игры в любое время, начиная с первого уровня, но после выбора класса нельзя было отменить выбор или выбрать новый, так как выбор класса не был простым нажатием кнопки на экране статуса. Глава 9 Уникальный квест Как только троица вошла в тренировочный зал, инструктор внезапно поднялся со своего места, заставив трех игроков остановиться на месте. Они повернулись, чтобы с любопытством понаблюдать за поведением инструктора. Мужчина средних лет за все это время не сделал ни одного движения, только сидел на своем стуле и смотрел вниз на всех новых игроков. Как вы думаете, ребята, что происходит? Спросил Рей, наблюдая, как инструктор идет к дальнему углу тренировочной площадки, где шутник исполнял свои танцевальные движения. Возможно, это что-то вроде триггера для квеста, предположила Мия. А может, инструктор не мог больше терпеть это зрелище и принял меры, чтобы лично вышвырнуть его вон, добавила Алекс со спокойным лицом. Все трое продолжали наблюдать, как мужчина подошел к Ляму и встал перед ним с выражением почтения на лице. Молодой человек, вы почти у цели. Продолжайте в том же духе. Он даже подбадривал его, став его личным болельщиком. Все остальные игроки на тренировочной площадке тут же остолбенили. Инструктор, который был группе нелюбезен с ними, из кожи вон лез, чтобы вести себя вежливо и милостощим чудаком. Где же справедливость в этом мире? Некоторые даже попытались подражать Ляму, но внимание инструктора было полностью приковано к нему и их действия остались незамеченными. Поэтому все могли только беспомощно наблюдать, как инструктор продолжает поощрять Ляма все больше и больше. Вскоре, всего через несколько минут, начало происходить нечто странное. Вместо пота тела Ляма начало источать что-то темное и черное, провонявшее всю тренировочную площадку. Что за черт? Он что, только что пукнул? Это воняет. Все в гневе сморщили носы, но на лице инструктора появилось удивление. Ты хорошо справился, парень. Он похлопал Ляма, который теперь перестал двигаться и стоял прямо, слегка поклонившись инструктору. Давно я не встречал такого компетентного молодого человека, как ты. В ваших глазах есть острота, и я вижу, что ваша воля и решимость горит ярким пламенем. У вас есть упорство, чтобы достичь невозможного. Молодой человек, хотите ли вы достичь совершенства? Стремитесь ли вы к абсолютной власти? Слова инструктора повергли всех окружающих в шок, заставив челюсть упасть на пол. Все окружающие игроки могли ясно видеть, что Лям в данный момент получает квест. И, что более важно, это точно был необычный квест. Это определенно был особый квест. Или, возможно, скрытый квест. Или, возможно, даже уникальный квест. Хотя специальные квесты обычно давали больше наград, чем обычные, в любой игре скрытые и уникальные квесты были более редкими и желанными. В частности, уникальные квесты предлагались только один раз, и вся линия квестов исчезала после того, как конкретный игрок завершал квест. Поскольку эволюция онлайн была совсем новой, никто не мог догадаться, что происходит, но все понимали, что это нечто особенное. Хуже того, они смогли услышать только половину разговора, после чего никто уже не мог расслышать, о чем они говорили. Только Лям мог слышать слова инструктора, и на его лице была большая жирная улыбка. Несколько лет назад, когда я сражался не на жизнь, а на смерть посреди ужасающей охоты, я наткнулся на этот маленький пузырек. Пробормотал инструктор и с торжественным выражением лица передал Ляму маленький стеклянный пузырек. Лям тоже принял пузырек с выражением почтения на лице, и было видно, что он не притворяется, чтобы добиться расположения НПЦ. Какое бы уважение он ни выказывал, он действительно это имел в виду. На самом деле, полученный им флакон был ничем иным, как спасительным эликсиром. Мой друг проанализировал небольшую порцию этой жидкости и обнаружил, что лекарство в этом флаконе бесценно. Наставник продолжил свое объяснение. Оно способно очистить тело от нечистот до самых корней. К сожалению, мой расцвет уже прошел, и мое тело покрыто ранами, которые невозможно устранить. Поэтому я не могу использовать его для себя. Однако, если ты готов помочь мне, я с радостью подарю тебе его. Во-первых, я хочу, чтобы ты уничтожил зверя, который нанес мне ущерб и заставил меня стать таким калекой. Принеси мне его голову. Я буду доволен, если каждый день буду плевать в его отрубленную голову. День. Активирован уникальный цепной квест. День. Квест не может быть отклонен. День. Убить медвежьего короля Барабара и принести его голову на тренировочную площадку инструктора. Лям улыбнулся, довольный тем, что информация, которой он располагал, была действительно точной. В этом и заключалась главная проблема уникальных квестов. Человек, которому чаще всего удавалось его получить, не распространялся о деталях квеста, если только он не был полным дураком. Но Лям был уверен в этом конкретном квесте, потому что человек, которому удалось его получить, был никто иной, как хулиган, который издевался над ним всю жизнь. Он неоднократно вызывал экран квеста и хвастался перед Лямом, каждый раз избивая его, а тот лишь беспомощно наблюдал, как он поднимается в силе благодаря одному единственному квесту. Но теперь Лям успешно сделал свой первый шаг. Ему удалось украсть чужую судьбу и сделать ее своей. Глава 10. Взрывная трансформация для меня честь отомстить за вас, старший. Губы Ляма изогнулись в широкой ухмылке, и он тут же поклонился, принимая задание. Не став больше ждать, он открыл маленький пузырек и вылил его содержимое себе в рот, проглотив все до последней капли. Мгновенно поднялся сильный порыв ветра и раздался громкий свистящий звук, почти испугавший всех на тренировочной площадке. Некоторые игроки даже начали выбегать в страхе. Все тело Ляма было покрыто вихремя ветра сверху донизу, но если бы кто-то обладал способностями, то смог бы увидеть, что на самом деле это были волны маны, окутывающие его в некое подобие кокона. Несколько капель жидкости во флаконе разрушали его тело сверху донизу, восстанавливая его меридианы, кровеносные сосуды, кости, мышцы, сухожилия, связки и каждый дюйм его плотского тела. Некачественное алхимическое зелье, которое сварил Лям, не шло ни в какое сравнение с этими несколькими каплями жидкости во флаконе. Одно было мусором, а другое – небесным эликсиром, пусть и низкосортным. Но что еще важнее, этот квест сам по себе был отправной точкой для получения легендарного эликсира крови высшего класса, поэтому Лям решил начать именно с этого набора квестов, отдавая им приоритет перед всеми остальными. Тело человека было его основой. Оно было ядром, на котором строилось все остальное. Без совершенного сосуда разум, душа, ядро маны и все остальное рушилось. Важность закалки тела невозможно подчеркнуть. И когда Кокон Маны наконец разорвался, Лям вышел наружу, его тело взрывообразно преобразилось. Он выглядел так, словно это был совершенно другой человек от макушки до пят. Его глаза были острыми и похожими на мечи, а черные как смоль сферы в них, казалось, вмещали в себя всю вселенную. У него были длинные черные волосы, которые колыхались на легком ветру. Его кожа была белой как снег, на ней не было видно ни единого шрама или изъяна. На его теле, которое раньше было просто мешком кожи и костей, теперь проступали рельефные мышцы. Его стройная фигура выглядела так, словно кто-то изваял ее в совершенстве. Хотя его внешность все еще была похожа, все недостатки были стерты, оставив после себя безупречное тело. Лям, который когда-то был похож на трусливого бродячего пса, теперь обладал шармом и харизмой бессмертного жителя небес. Окно статуса, имя, Лям, вид, человек, пол, мужчина, уровень, 1-0-200, титул, влезая в долги, класс, НД, здоровье, 150-150, мана, 250-250, выносливость, 50-интеллект, 50-сила, 50-защита, 50-живучесть, 50-ловкость, 50-лиам удовлетворенно щелкнул языком. Вот что я называю идеальным открытием. Он дико ухмылялся, хотя все остальные, стоявшие на тренировочной площадке, смотрели на него, совершенно потрясенные, не в силах понять, что только что произошло. Дурак, который делал беспорядочные движения и принимал странные позы, вдруг получил таинственное задание и претерпел какое-то магическое превращение. Они даже могли почувствовать исходящую от него властную ауру, источающую силу и мощь. Но, к сожалению, все они были лишь бесполезными сторонними наблюдателями. Они могли лишь наблюдать за тем, как перед ними разворачивается умопомрачительная сцена. «Ах, ты действительно гений!» Инструктор хлопнул в ладоши, его глаза блестели от восхищения. «Спасибо, старший! Не могли бы вы также помочь мне с выбором класса?» Небрежно спросил Лям, поднимая с земли свой ржавый меч. Затем они поболтали и вошли в тренировочный зал, оставив позади всех ошеломленных. «Что, черт возьми, только что произошло? Ведь игра только началась. У-у-у-у, сестренка, ты это видела?» Рей стукнул кулаком по своей ладони. «У меня есть глаза, Рей, и я стою прямо рядом с тобой. Что скажешь?» Рассеяно пробормотала Мия. «А, хорошо, пойдем за ним и посмотрим, какой класс он выберет. Может быть, ему предложат специальный скрытый класс?» «Строи вошли в тренировочный зал как раз вовремя, так как инструктор подал сигнал охранникам, стоявшим неподалеку, и в следующее мгновение двери тренировочного зала плотно захлопнулись. «Что за черт? Ну же, пропустите нас внутрь. Что это за особое отношение?» Несколько голосов прозвучало снаружи, но они остались глухи, так как охранники безразлично захлопнули двери, не обращая внимания на игроков, собравшихся снаружи. «Просто пропустите». Рей вытер под солба, когда они втроем шли с Залямом и инструктором, которые направлялись к центру тестирования в тренировочном зале. Конечно, вокруг тренировочного зала уже слонялись игроки, которые пришли раньше, чтобы проверить свои способности и выбрать класс. Так что это не было полной изоляцией, хотя и помогло предотвратить скопление людей. Лям, однако, не беспокоился о таких вещах. Со всем, что он планировал, ему было почти невозможно оставаться незаметным, и у него не было времени беспокоиться обо всех этих ненужных деталях. Глава 11. Выбор класса. Есть много путей, подходящих для такого молодого человека, как ты, храброго и необычного, и какой бы путь ты ни выбрал, ты должен усердно трудиться и упорствовать. Во-первых, есть путь воинов. Голос инструктора звучал все громче, пока он объяснял детали игры, но в отличие от того, как он грубо прервал фею в начале игры, Лям не вел себя небрежно с мужчиной средних лет. Он молча слушал его слова, пока они обошли к комнате тестирования способностей в тренировочном зале. Несмотря на то, что все игроки могли свободно выбирать класс по своему усмотрению, игровая система все равно выдавала рекомендации под видом проверки способностей. Все сначала предполагали, что это из-за чрезвычайно реалистичной составляющей игры, но на самом деле это был настоящий тест на определение склонности игрока к различным видам магии и скрытых качеств, таких как восприимчивость. Те, кто не воспринимал результаты теста всерьез и игнорировал рекомендации системы, впоследствии могли только плакать, осознав, что упустили шанс выбрать что-то более оптимальное для себя. Например, если система сообщила игроку, что у него очень высокое сродство к мане, было бы ошибкой выбирать чисто боевой класс, например, класс с воина. И наоборот, если у него или нее очень низкая, ничтожная склонность к мане, нет смысла выбирать класс с заклинателя, например, класс мага. В итоге, даже если у игроков была свобода выбирать любой класс, они все равно были неизбежно ограничены собственным телом и его ограничениями. Однако преодолеть эти ограничения было не так уж невозможно. Существовало несколько методов, которые можно было использовать для тонкой настройки своего тела в соответствии с классом, который они решились выбрать. Но их было мало, и обычному игроку было разумно полагаться на эти таинственные предметы. Кивнув на объяснение инструктора, Лем положил руку на гладкий круглый хрустальный шар, похожий на те, что используют шарлатаны для гадания. В отличие от других, которые относились к этому шагу слишком легкомысленно, на лице Лема были видны следы беспокойства и нервозности. В первый раз его телосложение, без сомнения, было жалким. У него не было сродства к мане, поэтому он решил играть в мечника. Но в этот раз он очистился от нечистот и закалил свое тело по меньшей мере дважды, причем один раз с помощью мощного эликсира. Игроки, которые делали это в его предыдущей жизни, получали высокие показатели сродства к мане в результатах тестов, на что Лем тоже надеялся. Но даже если он не получил того, чего ожидал, он все равно знал достаточно вещей, чтобы достичь результатов, к которым он в конечном итоге стремился. В данный момент Лем не стремился к классу мечников, хотя он был знаком с ним лучше всего. Скорее, он стремился к классу магов. Это произошло потому, что Лем знал то, чего еще не знали остальные. В эволюции онлайн классы не были фиксированными. Некоторые необычные игроки могли воспринимать и другие родственные классы. Это неизбежно привело к появлению гибридных классов, таких как боевые маги, охотники за магией, друиды с копьем и так далее. Были игроки, которые открывали скрытые классы, например, воинов-драконов. Поэтому, хотя Лем и планировал зарегистрироваться в качестве мага, он был уверен, что сможет стать волшебным мечником самостоятельно. Почти всю свою прошлую жизнь он был рабом и лакеем, но ни разу не смирился с этой участью. Он упорно трудился, обливаясь кровью и потом, чтобы вырваться из этих оков. И даже если в конце концов он потерпел неудачу, навыки владения мечом, которые он отрабатывал день и ночь, инстинкты ближнего боя, отточенные в нескольких битвах не на жизнь, а на смерть, все еще были живы и бушевали в нем. Ему не нужна была помощь системы, чтобы снова возродить эти навыки. Ему нужно было только взмахнуть мечом, и он был уверен, что сможет заново научиться всему самостоятельно. Мысленно обдумывая свои планы, Лям ожидал результатов теста на способности, как вдруг кристалл начал светиться, и на нем вспыхнуло множество цветов. Хаймымым, Лям свел брови, наблюдая за поведением кристалла. По его лицу было видно, что он видит нечто такое, чего даже он не ожидал. У инструктора средних лет, стоявшего рядом с ним, тоже было шокированное выражение лица. Хотя шок на лице инструктора был в несколько раз сильнее, чем у Ляма. Кристалл продолжал мигать разными цветами в течение нескольких секунд, пока, наконец, не вернулся к своему пустому белому полупрозрачному состоянию покоя. А это инструктор почесал голову, не зная, что сказать Ляму, который тоже не отрываясь смотрел на хрустальный шар. Им обоим не пришлось долго ждать, так как перед ними тут же вспыхнул белый экран с результатами теста. День. Сродство к мане. Ранг С. День. Восприимчивость. ССС. Ранг. День. Близость к природе. С. Ранг. День. Демоническое сродство. С. Ранг. День. Сродство к нежити. С. Ранг. День. Рекомендация класса. Нет-нет. Глаза Ляма выпучились, как будто вот-вот выскочит из глазниц. Он знал, что получит хорошие результаты, но что это, черт возьми, было. Даже рекомендация класса оказалась недоступной. Неужели я только что сломал систему? Глава 12. Без класса? Ааа. Поторопись уже и выбери класс. Рию хотелось биться головой о стену, видя все эти драматические выражения на лице инструктора. Как вы думаете, какой класс он может выбрать? Он получит еще один уникальный квест для скрытого класса? Черт возьми, это совершенно несправедливо. Что это за везение? Как ты думаешь, если мы его убьем, квест может перейти к нам? Ты что, идиот? Если только эта игра не кардинально отличается, обычно выпадают только предметы экипировки и книги навыков. Нет, несколько человек, собравшихся вокруг Лиама, сходили с ума. К сожалению, результаты тестов способностей не показывались публично, поэтому остальные не могли ничего увидеть. Они могли только терпеливо ждать, пока Лиама озвучит свой выбор класса инструктору, чтобы получить больше подсказок. Преподаватель был самым любопытным человеком, который хотел знать, какой путь выберет Лиам. За все эти годы работы в тренировочном зале он никогда не сталкивался с подобной оценкой. Он был очень рад, что доверился молодому человеку, стоящему перед ним, и доверился ему. Какой класс ты выбрал, парень? Взволнованно разминая руки, спросил он. Лиам, напротив, стоял неподвижно, совершенно без выражения. Его мозг, однако, производил миллион расчетов. Он пытался как можно лучше понять результаты анализа. Он ожидал получить сродство к мане класса С и сродство к природе класса С. Это был результат употребления содержимого маленького флакона, который он получил в рамках уникального принудительного квеста. Однако, чего он не ожидал, так это сродство к демонам и нежити, не говоря уже о проницательности класса ССС. Было ли это потому, что его разум был чем-то, что пережило совсем другую жизнь? А что насчет сродства к нежити? Это потому, что он уже однажды умер. Но технически, он путешествовал во времени, так что его прежняя жизнь вообще считается. Было слишком много сложных объяснений, и каждое из них было безумнее другого. Лиам покачал головой и остановил себя от ненужных размышлений. Результаты были прямо перед ним, и именно это имело значение в конечном итоге. Он сделал несколько глубоких вдохов и сначала успокоил себя. С его способностями и с родством он мог начать с любого доступного класса и не ошибся бы. Он уже был на голову выше других, и в будущем его рост будет только расти в геометрической прогрессии. Но в отличие от других игроков, Лиам не хотел просто стать сильным. Он хотел доминировать. Он хотел создать и освоить высший класс с гибридов, который в итоге поможет ему устроить резню и проложить себе путь через надвигающийся апокалипсис. Он был бы глупцом, если бы не стремился к чему-то невозможному, даже получив такой чудесный второй шанс на жизнь. Поразмыслив некоторое время, Лиам открыл глаза, выглядя спокойным и собранным. Лучший путь для него был на самом деле прямо перед его глазами, даже рекомендованной системой. Он спокойно посмотрел на инструктора и ответил ему с вежливой улыбкой на лице. «В данный момент я не буду выбирать класс старший, а понятно». Инструктор кивнул. «Ты уверен, парень, это решение может поставить тебя в невыгодное положение по сравнению с другими, кто ограничивает себя одним путем? Всегда лучше преуспеть в одном, чем быть посредственным во многих». Он пытался убедить Лиама, как мог, видя, что у молодого человека одно из лучших телосложений, которые он видел. Однако Лиам решительно покачал головой, твердо стоя на своем. «Хорошо. Желаю вам удачи в вашем путешествии, молодой человек». Инструктор со вздохом похлопал его по плечу. Затем они вдвоем вышли из тренировочного зала, не обращая внимания на остальных игроков. В комнате воцарилась тишина, никто не знал, что сказать. Тишину нарушил НПЦ, который обычно проверял способности игроков. Его голос громко прозвучал в комнате. «Кто хочет пройти тест следующим, занимайте очередь». Однако сейчас ни у кого не было настроения выходить вперед. Они тупо смотрели друг на друга, и тут же возникла громкая суматоха. Некоторые люди, уже выбравшие свой класс, даже начали жалеть о своем решении. Игра без класса, конечно, была вариантом во многих играх, но чаще всего он был не самым лучшим. Но, посмотрев на действия Ляма, они уже не были в этом уверены. Глава 13. «Хотите потусить вместе?» Брат. Брат-эксперт. Подожди минутку. Когда Лям выходил, позади него раздался громкий голос. Рей поспешно побежал за Лямом, видя, что тот не намерен останавливаться ради него. Наконец ему пришлось прибавить темп и бежать на полной скорости, только чтобы догнать парня. Хух. Хух. Чувак, ты быстрый. Слушай, брат. Хочешь потусить вместе? Рей пыхтел, похлопывая себя по груди, чтобы перевести дыхание. Неинтересно. Лям отошел в сторону и обошел его, покидая территорию тренировочного зала. Учитывая произошедшие неожиданные события, он деловито пересчитывал все в уме. А. Подожди. Подожди. Подождите. Видите, я не один. Мои две двоюродные сестры тоже со мной. Рей неловко хихикнул, надеясь, что это привлечет его внимание. Но, к сожалению, Лям все еще продолжал идти, как будто ничего не слышал. Прекрати выставлять своих сестер на показ, чувак. Кашель. Кашель. Рей чуть не споткнулся от его безжалостного прямого удара. Ты ведь знаешь, что люди будут следить за тобой. Не все будут такими дружелюбными, как я. Лям наконец остановился и повернулся, чтобы посмотреть на Рея. Это точно. Не все будут такими дружелюбными, как ты. На самом деле, я рассчитываю на это. Он сверкнул мягкой и вежливой улыбкой, которая почему-то показалась Рею холодной и зловещей, приподняв небольшие пряди волос на его спине. Хей. Хей. Хорошо. Рей поднял руки и подсознательно сделал шаг назад. Не мог бы ты хотя бы рассказать мне, что ты делал и какой квест получил. Я готов заплатить за эту информацию. Он сделал паузу, а затем добавил. Щедро. 500 золотых монет. Лям назвал свою цену с той же обманчивой улыбкой да ушел, прекрасно зная, что он не пойдет на это. При нынешнем курсе обмена, когда мало кто торгует внутри игровой валютой, такая сумма, как 500 золотых монет, была астрономически высокой дорогой. Даже если бы в игру играло несколько человек по всему миру, это, вероятно, стоило бы не менее нескольких тысяч долларов. Так что если только другая сторона не была сумасшедшей, она не согласилась бы на такое. Ляму просто нужно было, чтобы он перестал его преследовать и донимать. Поэтому он выкинул эту безумную цифру. У него не было времени на решение подобных вопросов. Однако, неожиданно, Рей тут же закричал в ответ, подняв большой палец вверх. Да, добавь меня в друзья, и я смогу отправить тебе золото как можно скорее. Ты серьезно? Лям не мог удержаться от смеха. Похоже, он случайно столкнулся с одним из мешков с деньгами. Он сделал паузу, решив разобраться с этим вопросом побыстрее, и завершил сделку первым. День. Вы получили 500 золотых монет от вашего друга. Хорошо. Следуй за мной и внимательно наблюдай. Я продемонстрирую тебе три раза. Вот и все. На данный момент в игре не было возможности записи, поэтому он не слишком беспокоился о том, чтобы показать свое лицо. Рей кивнул, тут же повернулся и помахал двум девушкам. Они втроем полубегом, не отставая от Ляма, шли как крайне города. Хотя за группой все еще наблюдали несколько любопытных глаз. Ляма это не беспокоило, поскольку они находились в пределах городской защиты. И еще. Он был почти в пять раз сильнее обычного игрока первого уровня. Хорошо. Это первая стойка. Лям балансировал на правой ноге и завел левую ногу за спину, подняв ее до упора, чтобы достать до головы. Это укрепляет позвоночник, объяснил он. Все трое молча кивнули, наблюдая за ним и делая мысленные заметки. Лям был быстр в переходах, его движения были плавными. Он повторял все позы, как будто делал их уже сотни раз. Под струйками стекал по его телу, мышцы напрягались на тонкой поношенной рубашке. Это было почти кощунством, что такая дрянная одежда прикрывала его идеальную фигуру. Мя и Алекса одновременно сглотнули, движения Ляма лишь наполовину отразились в их сознании. Они были больше заняты, глядя на то, как напрягаются и расслабляются его рельефные мышцы. Рей привел их сюда, потому что знал, что они талантливее его, но, как ни странно, именно он сейчас уделял им больше всего внимания. Ляму потребовалось всего два минуты, чтобы закончить весь набор движений, а затем он повторил его еще два раза, закончив все примерно за пять минут. Хорошо. Я закончил с демонстрацией. Что касается объяснений, вы уже должны были понять, насколько реалистична эта игра. Итак, этот набор упражнений, это то, что я практикую каждый день в реальной жизни, и они случайно сработали и в игре. Ему было все равно, убедила их его объяснение или нет, и он не стал уточнять. Желаю вам удачи. Лям хлопнул в ладоши, убирая с них грязь, так как трое продолжали смотреть на него в оцепенении. Затем он повернулся, чтобы начать уходить обратно в город, когда все трое вышли из своего транса и одновременно позвали его. Эй, подождите. Хаймымым. Лям остановился, уже сожалея о своем решении развлечь трех мешков с деньгами. Это я, Алекса. Добавь меня в список своих друзей. А я, Мия. Две девушки представились. Брат, давай. Теперь, когда мы все познакомились, как насчет того, чтобы потусить вместе. Мы все хорошие игроки. Мы тебя не утомим. Лям вздохнул. Не интересно. Он также не стал посылать двум женщинам запросы в друзья и продолжил идти обратно к расставщику. Теперь, когда у него было больше денег, это сэкономило ему много времени и сил, и он намеревался обновить свое снаряжение, прежде чем отправиться в путь. Брат-эксперт позвал его Рей, но Мия остановила его, оставь его, я не думаю, что такой, как он, присоединится к какой-либо группе. Давайте просто поработаем по-своему. Пробормотала она, заправив несколько прядей своих светлых волос за ухо. Глава 14. Богатый мальчик что, ты уже возвращаешь золото? Толстый владелец ломбарда неодобрительно покачал головой на ляма, его пухлый подбородок и жирная шея покачивались при этом. Он не смог получить от молодого человека ни одного серебра, и это причиняло ему страшную боль. Как расставщик, его выживание зависело от того, вернут ли люди взятые в долг деньги, или вообще вернутся, но теперь этот молодой человек вернул их ему в течение одного дня. Хорошо. Не стесняйтесь просить моей помощи снова, если она вам понадобится. Пробормотал хозяин магазина, снова сменив хмурый взгляд на широкую улыбку. Лям кивнул ему, а затем вышел, направившись к следующему пункту назначения. Он не ожидал ни такого притока денег, ни своего уникального телосложения. Это сделало его дальнейший путь намного проще и в то же время неопределеннее. Выйдя из ломбарда, Лям заглянул в оружейный магазин и обновил свой ржавый длинный меч до яркого и блестящего серебряного меча. Он увеличивал силу атаки на 10 против 1 силы атаки ржавого меча и стоил 10 серебра. В отличие от предметов снаряжения, выпадающих из зверей и монстров, мечи, продаваемые в лавках торговцев, были броскими, очень красивыми, дорогими, но имели очень плохие характеристики. Никто в здравом уме не стал бы их покупать. Гораздо эффективнее было получать предметы снаряжения, выполняя квесты и гриндя монстров или даже лично выковывая их. Однако сейчас время для Ляма было дороже золота, поэтому он без раздумий купил полный комплект снаряжения. Легкую кожаную броню, кожаные штаны, серебряные сапоги и серебряные перчатки, потратив на это чуть больше один золотого. Там был также толстый серебряный нагрудник, который Лям не стал покупать, так как предпочитал, чтобы его тело было легким и свободным, а не тяжелым. В сочетании с его закаленным телом, чистой кожей, острым взглядом и прекрасной, полированной и хрустящей кожаной одеждой он выглядел как наследник одной из богатых семей. Снаряжение также давало ему приличное усиление, хотя и по завышенной цене. Защита 50-70, ловкость 50-60, сила физической атаки плюс 10. Для игрока, который только что начал игру, не имея ни малейшего количества очков опыта, статистика Ляма была, мягко говоря, ужасающей. Хорошо, пора отправляться в путь. Он уже провел достаточно времени в городе, поэтому Лям начал выходить длинными шагами. На этот раз он не стал сворачивать на оживленную дорогу, а направился прямо в пустыню. Этот парень, какого черта? Сколько же у него денег? Не говоря уже о хороших предметах и уникальных квестах. Вот везучий ублюдок. Роберт помрачнел. Он был одним из тех игроков, которые заметили Ляма еще в тренировочном зале и с тех пор следили за ним. Роберт не был новичком в Морбк. У него была преданная группа друзей, игравших вместе с ним, которые были вместе в гильдии в последней игре, прежде чем их насильно втянули в эволюцию онлайн. Они лишь случайно заметили Ляма, но после того, как увидели, что он получил специальный квест от инструктора, решили проследить за ним. Его действия были слишком подозрительными, и они не могли не сомневаться, что он уже знал об игре. Иначе как ему могло так быстро повезти? Не говоря уже о том, что Лям выглядел необычайно спокойным и уверенным среди моря игроков, которые суетились вокруг. Без сомнения, этот парень бета-тестер, воскликнул Роберт. Это был высокий молодой человек лет 20 с дикой нечесанной бородой на подбородке. Может, разграбим его, брат? Спросил Бен, идя рядом с Робертом. В настоящее время в их группе было пять человек, следовавших за Лямом. Роберт сделал паузу и ответил через некоторое время, покачав головой. Это было бы только контрпродуктивно. Давайте последуем за ним и посмотрим, что он будет делать дальше. Может быть, он приведет нас к хорошему месту для гриндинга, что даст нам преимущество. Все остальные согласились с ним и кивнули в ответ. Хотя могло показаться, что они теряют время. В исследовательской игре с очень скудной информацией, любая дополнительная выгода даст им преимущество. Однако они были не единственной группой, следовавшей за Лямом, и не у всех были одинаковые намерения. Зинь выударил стоящего рядом парня по спине и громко гаркнул. Эх, не могу дождаться, когда прирежу эту суку. Он тратит мои деньги без всяких ограничений. Хех, как глупо. Зачем неудачнику первого уровня вообще вкладывать столько денег в снаряжение? Тратит деньги, потому что у него их много. Подхватил другой. У этой группы игроков были восточные черты лица, и они также следили за Лямом. Должно быть, это какой-то богатый сосунок, который жаждет смерти. Деньги не спасут тебя в игре. Лидер. Мы должны преподать ему хороший урок, пока мы здесь. Разбейте лагерь в могилы и ждите, пока он получит больше внутриигрового золота, и убивайте его снова и снова. Ха-ха-ха. Как вы думаете, сколько раз он будет воскресать, прежде чем окончательно сдастся и удалит игру? Ха-ха-ха. Примечание. Сила физической атаки прямо пропорциональна атрибуту сила, а прибавка от оружия является дополнением к ней. В данном случае, плюс 10, глава 15. Один удар. Как только он вышел за пределы города, Лям прибавил темп и бросился вглубь леса. Поскольку его уровень все еще был технически первым, куча бешеных кроликов и рогатых кос уловили его запах, набросились на него и начали преследовать. Он также не стал уклоняться от них или обходить зверей более низкого уровня, так что через минуту за ним увязалось около дюжины зверей начального уровня. Какого черта, что этот идиот делает? Раздалось издалека несколько недовольных голосов, так как у игроков, преследовавших Ляма, были свои интересы. Они не хотели, чтобы он умер от каких-нибудь кроликов и косы воскрес на кладбище. Как ты думаешь, он делает это специально? Спросил один из лакеев, заставив Зиньвы скрипнуть зубами. Похоже, у него все-таки есть мозги. Позови наших друзей и скажи, чтобы они были на готове возле городского кладбища. У меня такое чувство, что он хочет умереть только для того, чтобы попытаться сбросить нас. О! Лакей кивнул. Босс, как вы думаете, он знает, что мы следим за ним. Похоже на то. Зиньвы задумчиво кивнул. Иначе, зачем бы он собирал столько монстров? В настоящее время за Лямом следовало около пяти групп вместе с ордой зверей начального уровня, и у всех пятерых были похожие мысли. Лям, однако, был совершенно другого мнения. Как только он направился в лес, он начал набирать скорость, и прямо на глазах у всех, как людей, так и зверей, он вскоре начал отрываться. Расстояние между ним и его преследователями постепенно увеличивалось. Показатели Ляма не были такими, как у игрока первого уровня, и в настоящее время он больше походил на игрока четвертого или пятого уровня, поэтому ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы избавиться от зверей начального уровня, и в конце концов он вышел из зоны их агро. Что касается других игроков, они продержались чуть дольше, чем звери. Перекусывая сухарями и дикими грибами, группа неоднократно пополняла запасы выносливости и продолжала преследовать богатого ублюдка, не сдаваясь. Но через несколько минут только те, кто выбрал классы ловкости, как мечник и вор, смогли продолжать движение, и число последователей Ляма резко сократилось до четырех человек. Босс этот парень, ха, может, он купил какие-то особые зелья? Почему его скорость так высока? Пробормотал Гуанье, едва держась на ногах. Цзиньвэй почесал нос и ответил, хаймымым. Он должен был сделать что-то вроде этого, потому что он слишком быстр для персонажа первого уровня, даже если у него высокая начальная ловкость. Оба они уже выбрали класс свора и на данный момент были даже триго уровня, поэтому они покинули деревню новичков и бродили по городу в поисках новых заданий, когда заметили Ляма. Поэтому для них было шоком увидеть, что даже с разницей в два уровня они не могут угнаться за его скоростью. Босс кажется, мы его потеряем. Гуанье злобно заскрипел зубами и зарычал, его запасы полностью иссякли, а выносливость достигла дна. Это заставило его остановиться. Рядом с ним Цзиньвэй тоже не справлялся, и в следующую секунду он тоже остановился. Как раз когда Дуэт собирался проклясть Ляма, их глаза расширились от удивления, когда они заметили, что он тоже остановился. Лям стоял перед ручьём, с небольшим потоком воды, и о чем-то размышлял с серьёзным выражением лица. Черт, наконец-то, наш шанс здесь. Цзиньвэй и Гуанье вместе бросились вперёд, заглатывая последний кусочек своего чёрствого хлеба. Поскольку они уже заранее выбрали свой класс, у них было множество навыков, которые они могли использовать, и они сразу же активировали один из основных навыков вора, скрытность. Они сократили расстояние между Лямом и собой быстро, но осторожно подошли к нему. Они не хотели, чтобы золотая рыбка снова ускользнула из их рук. Я ударю его сзади. Ты ударишь его спереди. Цзиньвэй молча подал Гуанье знак рукой, и они вдвоём закружились вокруг Ляма, но не успели они сделать ещё один шаг вперёд и выполнить свой согласованный план, как вдруг рядом с ними раздался крик. Умри, умри, умри. Громко выкрикнула худощавая фигура, выскочившая из ниоткуда и нанёсшая Ляму несколько ударов сбоку, целись в шею. Цзиньвэй и Гуанье были ошеломлены, они не ожидали, что их опередит кто-то другой. Более того, нападавший казался очень опытным, так как целился прямо в еремную вену Ляма. Но они не слишком беспокоились, так как человек уже раскрыл себя, и их было двое, а он один. Им оставалось только подождать, пока он прикончит Ляма, а затем они могли выскочить и прикончить его. Подумав об этом, Дуэт терпеливо ждал, когда кровь хлынет из горла Ляма и он умрёт. Однако, в следующую секунду, не Лям упал замертво. Скорее это была тощая фигура, лежащая на земле. У всех пересохло в горле, когда они увидели, как Лям, небрежно откинувшись назад и повернув своё тело, нанёс удар по горлу вора. Это была всего одна атака. Лям даже не успел обнажить меч, висевший у него на бедре, а человек уже упал замертво от одного этого удара. Как только он коснулся земли, его тело распалось в свет и испарилось, а Лям небрежно наклонился, чтобы подобрать кинжал, который оставил убийца. Глава 16. Резня Дзинь. Новое умение удар в горло было создано благодаря вашим действиям. Удар в горло. Каждый удар наносит 120% урона. Перезарядка. Нет. Лям усмехнулся, поместил кинжал в инвентарь и глядя на светло-красную ауру, теперь парящую вокруг его тела. Этот красный цвет ауры означал, что он недавно убил игрока. Кроме того, она также привлекала больше агра от зверей и расширяла диапазон агра. Это было единственное наказание за убийство игрока в игре, по крайней мере, на текущем этапе. Быстро расправившись с одним вредителем, посмевшим показаться на глаза, Лям вернулся к созерцанию ручья, громко журчащего неподалёку. Его отправной точкой в прошлой жизни также была деревня новичков-колдуатер в северной части Королевства Греш. Однако, к сожалению, он пропустил одно из самых сочных мест сокровищ Королевства, хотя и начал путь совсем недалеко от него. В этот раз Лям планировал сначала исправить эту ошибку. Он не стал входить в воды ручья, хотя они выглядели довольно прохладными и освежающими, а продолжил идти рядом с ним, направляясь дальше в северном направлении. Вскоре после этого он услышал позади себя низкое рычание и, обернувшись, увидел темно синего волка, который рычал и огрызался на него. Его глаза были флуоресцентно-жёлтого цвета и безошибочно устремлены на Ляма. По мере того, как животное медленно приближалось к нему, раздалось ещё несколько рыков, и через минуту Лям вдруг обнаружил себя окружённым со всех сторон стаи разъярённых волков. Хех. Сверепые волки должны быть как минимум третьего уровня. Неплохо. Они должны дать мне приличное количество очков опыта. Лям спокойно улыбнулся и, наконец, обнажив свой меч, который все это время просто висел у него на поясе. Длинный серебряный меч блестел в ярком солнечном свете и ослеплял, когда Лям рубил одного из волков, надвигавшихся на него. Минус сто. Невероятное число урона плыло над головой. Вой. Ау. Волк вскрикнул, прежде чем его голова была начисто отрезана от тела, и кровь брызнула во все стороны. Динь. Получено 50 очков опыта. Динь. 50 бонусных очков опыта получено из-за разницы в уровнях. Динь. Новый навык слэш был создан благодаря вашим действиям. Слэш. Каждый удар меча наносит 120% урона. Атака с критическим ударом наносит 150% урона. Перезарядка. Нет. Лям взмахнул мечом и проигнорировал уведомления, которые смутно всплывали на задворках его сознания. Его внимание было полностью сосредоточено на предстоящем поединке. Кто-то другой, возможно, испугался бы, если бы его внезапно окружила целая волчья стая, по меньшей мере дюжина волков, оскалив зубы, но Лям оставался спокойным и невозмутимым. И все по простой причине. Он видел и не такое. Волки не были джентльменами, чтобы нападать на Ляма по одному, давая ему достаточно времени и пространства, чтобы убить всех. Увидев, что их первые собратья упали на землю, они не стали терпеливо ждать и издали громкий вой, после чего набросились на Ляма все разом. Отлично. Лям усмехнулся и выпрямился. Он не пытался ни уклониться, ни убежать от них, стоя прямо на одном месте. Его высокая и неподвижная фигура была похожа на обнаженный меч, в котором ярко пылали души тысячи воинов. Это был его дух меча. Точнее, это был дух меча, который он обрел после бесчисленных сражений в своей предыдущей жизни. И хотя большинство из них были проиграны, он все равно упорствовал изо всех сил. И его дух меча отражал это. Он сиял блеском, который отражал его непреклонную волю. Пусть его жизнь началась заново, но как он мог забыть всю тяжелую работу, пропитанную его потом, кровью и болью? Когда первая волна волков приблизилась к нему, Лям спокойно сделал один шаг вперед и взмахнул мечом. Он сделал один выпад в сторону набросившихся на него волков, а затем крутанулся, чтобы сделать еще один выпад в сторону волков, нападавших на него сзади. Атака пронзила воздух, словно луч страшной энергии, и разрубила все на своем пути, уничтожая одного волка за другим. А когда волков больше не осталось, луч меча завыл, словно живой, и ударил в дерево неподалеку, расколов его на две части и окончательно утолив голод. Ему потребовалось лишь доля секунды и два удара мечом, и мгновенно дюжина волков рассыпалась, как тающее масло. Каждый из них был разрублен на две половины прямо посередине тела. На самом деле, разрез был настолько четким и быстрым, что потребовалось несколько секунд, чтобы даже кровь просочилась наружу. И когда кровь наконец начала капать, вокруг Ляма образовалась ужасающая лужа крови, где он стоял, окруженный дюжиной трупов. День. Новый навык Разрез Духа был создан благодаря вашим действиям. Разрез Духа. Каждый удар меча наносит 1000% урона. Критическое попадание наносит 1500% урона. Перезарядка. Нет. День. Умение было заблокировано. День. Получено 50 очков опыта. День. 50 бонусных очков опыта получено из-за разницы в уровнях. День. Получено 50 очков опыта. День. 50 бонусных очков опыта получено из-за разницы в уровнях. День. 50 бонусных очков опыта получено. День. 50 бонусных очков опыта получено из-за разницы в уровнях. День. Вы повысили уровень. Глава 17. Удачное начало Лям не успел взглянуть на дроп или несколько уведомлений, как споткнулся о землю, закашлившись кровью. Что это? Какая-то обратная реакция. Похоже, мое тело еще недостаточно окрепло, чтобы противостоять атакам духа. Хэм. Тихо размышлял Лям, поедая жареное мясо, чтобы восстановить выносливость и здоровье, которые значительно снизились после использования навыка Разрез Духа. Умение заблокировано. Похоже, я не смогу использовать его какое-то время. Ладно. Все должно быть в порядке. Я в любом случае нахожусь недалеко от этого места и скоро смогу получить новые навыки. Лям сделал паузу, а затем, подумав, собрал все волчьи шкуры, зубы и пачки мяса, которые упали. Там было также несколько медных и серебряных монет и еще один предмет снаряжения. Он даже не удосужился взглянуть на них и спрятал все это в инвентарь, как будто это был мусор. Затем он поспешил вдоль ручья, шагая быстрее, чем раньше. В нескольких милях от Ляма две фигуры медленно и неуклонно бежали вперед. Босс. Что за? Он ступил на территорию волка 4го уровня. Стоит ли нам следовать за ним? Наша скрытность не поможет, если волк уловит наш запах. Гуанье заикался, неохотно следуя за Тзиньвы им. Они отказались от нападения на Ляма, увидев, как он одним ударом прикончил другого убийцу. Давайте подождем, пока эффект зелья или что он там использует, пройдет, пробормотал Тзиньвы, хотя он уже не был уверен, что Лям вообще использует зелье. Если мы будем терпеливо ждать и продолжать следовать за ним, то шанс обязательно появится. Теперь им было легче следовать за Лямом, так как он шел только вдоль ручья, не делая никаких других обходов. Поэтому, хотя они и отстали от него, они все еще не потеряли его след. Когда Дот бежал, Тзиньвы и Гуанье внезапно остановились. Босс. Я слышу вой. Я не глухой, я тоже слышу. Давай бежать. Это наш шанс. Мы должны напасть на него, пока он еще слаб после боя с волками. Они быстро побежали вперед, но снова остановились. Босс. Мне кажется, мне кажется, что там воет много волков. Проклятие. Давайте повернем назад. Первый уровень не сможет выжить в волчьей стае четвертого уровня. Тзиньвы и Гуанье развернулись и бросились бежать со всех ног. Убедившись, что расстояние между ними и местом битвы достаточно велико, Тзиньвы быстро связался со своим другом, который стоял на страже возле кладбища. Босс. Сколько мне еще стоять здесь? Раздраженно спросил Гуму. Были большие разговоры о том, что нужно притеснить новичка и выманить у него много золота, но до сих пор ничего не произошло. Тзиньвы и так был не в духе, а его подчиненные, ставящие под сомнение его авторитет, еще больше раздражали его. Заткнись и терпели вожди. Сейчас должен быть кто-то воскресающий. Он должен быть одет в дорогое снаряжение. Вы же знаете, как он выглядит. Данные имена игроков не были открыты для всеобщего обозрения, поэтому они могли полагаться только на внешность, чтобы опознать кого-то. Хорошо, босс. Я присмотрю за ним. Гуму мог только проглотить свое недовольство и ответить. Он был недоволен своим заданием, тем более что это была новая игра, но у него не хватало духу отказать Тзиньваю, поэтому он согласился. Прошло несколько минут, но Гуму так и не встретил никого, кто мог бы быть Лиэмом. Беспомощный, он быстро позвонил Тзиньваю. Босс, я не думаю, что он умер. На другом конце у Тзиньвая было заторможенное выражение лица. Все воющие звуки внезапно прекратились, поэтому дуэт смело пошел вперед, чтобы посмотреть, что случилось, и увидел перед собой кровавую бойню. Весь дроп был в основном собран, но кровавые последствия битвы все еще оставались свежими перед ними. Босс слабо пробормотал Гуанье. Я не думаю, что нам стоит больше следовать за ним. Тзиньваю некоторое время молчал, однако он выглядел не таким испуганным, как Гуанье. Идиот. Скажи мне, как игрок первого уровня может в одиночку справиться с таким количеством волков? Ааа, сейчас я тебе расскажу. Он купил хороший предмет. Может быть, он купил какие-то бомбы. Наша группа уже составила список доступных расходных материалов. Хайм. Не уверен, босс. Хаймым. Хорошо. Мы уже здесь. Давайте просто проследим за ним и посмотрим, что он задумал. Если он так богат, чтобы покупать хорошие предметы, возможно, он также купил какую-то инсайдерскую информацию для игры. Ааа, в этом есть смысл. Гуанье кивнул. Босс, вы такой умный. Хорошо. Хорошо. Тебе не нужно целовать мою задницу. Я предпочитаю женщин. Заткнись и иди сюда. Тзиньваю смехнулся и пошел вперед. Хе-хе-хе. Какое удачное начало. Теперь он был как никогда уверен, что они поймали не золотую рыбку, а кита с большими деньгами, и он не собирался его отпускать. Он собирался подготовить для него сладкую ловушку, поймать его и затем растерзать, продавая каждую часть от плоти и жира. Поскольку Лям еще не полностью собрал дробь с волчьей стаи, они набрали немного мяса и меха, которые остались, а затем продолжили идти по следам вдоль ручья. Глава 18. Логово дракона Ляма остановился на перекрестке, где ручей вливался в огромную бурную реку, а затем начал идти в северо-восточном направлении к скоплению гор. Он поднялся по извилистым тропинкам, а затем остановился у особой пещеры у основания одной из высоких гор. Удивительно, но кроме первой пещеры там была еще одна. Он остановился и уставился на обе пещеры, его губы искривились в широкой улыбке. Я рад, что нашел ее. Лям усмехнулся, глядя на невероятное зрелище, представшее перед ним. Теперь дай мне посмотреть, пещера справа должна быть входом в подземелье, а пещера слева логовом. Тот, кто первым обнаруживал вход в подземелье, получал бонусные очки и дополнительные предметы, но Ляма больше интересовала вторая пещера. Эта пещера на самом деле была логовом одного из низших драконов по имени Нерия. Как и у всех драконов, у Нерии тоже был фетиш, собирать драгоценные камни и сокровища. Однако Лям знал, что у нее был и дополнительный фетиш. Ленивый дракон любил заманивать путешественников в свое логово, выставляя напоказ свои сокровища, и съедать их, когда они меньше всего этого ожидали. Особенно ему нравилось выражение экстаза и эйфории, которое появлялось на лицах его жертв из-за сокровищ прямо перед тем, как смениться полным и абсолютным ужасом при осознании ожидающей их участи. Кроме того, в пещере было особое заклинание, которое заставляло всех терять все, что у них было, если они умирали в пещере, тем самым медленно увеличивая сокровищницу дракона. Однако это был всего лишь низший дракон, и он был не слишком умен. Иначе он не оказался бы так близко к стартовой зоне. Решение было очень простым, и каждый мог попробовать его найти. В его прошлой жизни был игрок, который перехитрил дракона, взяв только половину сокровищ в его логове, и сбежал прежде, чем Нерия смогла заманить его в свое гнездо, которое находилось в задней части пещеры. Дракон не ожидал этого, поскольку знал, что все живые существа по своей природе жадны, и рассчитывал на эту жадность, чтобы заманить своих ничего не подозревающих жертв в заднюю часть пещеры, где он их поджидал. Поэтому после того, как игрок сбежал со своими сокровищами, дракон возмутился и вышел из пещеры, навсегда поселившись перед подземельем, чтобы сеять хаос на всех, кто проходил мимо. Он стал элитным монстром, с которым игроки должны были справиться, прежде чем войти в подземелье за ним. Однако его логово и сокровища в нем никогда не были доступны после запуска события сценария. Хотя это стало довольно популярной темой для обсуждения, никто точно не знал всех подробностей о сокровищах в логове. Некоторые игроки раздували эту тему, распространяя слухи о том, что там можно найти легендарные предметы, но никто на это не купился, учитывая, что это элита зоны для новичков. Однако цель прихода ляма сюда была совершенно иной. Конечно, его интересовали сокровища, но еще больше его интересовали различные книги навыков, которые, по слухам, были разбросаны по пещере. Поскольку в данный момент он не выбрал класс, книги навыков были тем, в чем лям нуждался больше всего. Он был достаточно уверен в себе, чтобы самостоятельно освоить некоторые навыки владения мечом, но когда дело доходило до заклинания и магии, он был новичком, которому приходилось начинать с нуля, как и остальным. Он, конечно, знал о некоторых советах и хитростях, но пока он не достигнет более глубокого понимания различных элементов и самой маны, ему будет невозможно достичь мастерства. И снова здравствуй, Нерея. Лям втянул огромный глоток воздуха и вошел в пещеру слева. Мгновенно он почувствовал в воздухе неясную зловещую ауру. Натренированные и отточенные чувства кричали ему, что впереди его ждет страшная опасность, но лям вел себя так, словно просто прогуливался. Он оглядел тесные и заплесневелые стены пещеры и сокрушенно посмотрел на пыльную паутину в углах. Затем он присвистнул и прошел немного вперед, резко остановившись при виде чего-то сверкающего и искрящегося. Ух ты! Воскликнул лям, изображая полное удивление. Он подошел к ближайшей куче, похожей на кучу медных монет, и быстро запихнул все в инвентарь. Затем он развернулся и пошел вглубь пещеры, и снова был совершенно ошеломлен и обрадован, когда увидел вторую кучу сокровищ, которая состояла в основном из серебряных монет, но в ней также было некоторое снаряжение. Лям быстро забросил все в инвентарь, не удосужившись осмотреть их. Однако он оставил несколько серебряных монет и перешел к следующей куче, на которую было почти невозможно смотреть. Это была куча золотых монет. В ней также лежало несколько старых книг архаичного вида, и Ляму не нужно было смотреть на них дважды, чтобы понять, что это те самые книги навыков, которые он искал. Их было даже несколько, и Лям поспешно рассовал все по карманам, включая золотые монеты. Он снова поднял голову, его лицо теперь почти сияло от счастья и возбуждения, он ухмылялся от уха до уха. Впереди лежала груда драгоценных камней, ослепительно сверкающих множеством цветов. Там снова было снаряжение, книги навыков, и Лям даже заметил несколько свитков, которые могли быть только свитками рецептов. Он громко хлопнул в ладоши, а затем потер их друг от друга, как будто готов был схватить все. Однако он внезапно обернулся. Аааа, похоже, я забыл несколько серебряных монет. Надо бы их подобрать. Он произнес это вслух и небрежно пошел назад, чтобы забрать несколько серебряных монет, которые он специально оставил. И как только он дошел до небольшой разбросанной кучки монет, он споткнулся и упал, потеряв равновесие. Некоторые из золотых монет в его руке полетели ко входу в пещеру. Ах, проклятие! Мои золотые монеты! Лям издал удивленный вопли и погнался за ними, но как только он достиг входа. Глава 19 Нерея в гневе куда он пошел? Зиньвый огляделся, стоя у слияния ручья и реки. Они следовали за Лямом до самого этого места, но внезапно потеряли его из виду. Осторожно оглядевшись по сторонам, Гуанье ткнул пальцем в сторону следов, ведущих в гору. «Босс, вон там! О! Посмотри наверх! Это пещера!» Вздохнул Зиньвый. «Босс, там есть еще одна пещера прямо рядом с ней!» Возбужденно воскликнул Гуанье. «Вот черт, босс! Это должно быть какая-то пещера с сокровищами или подземелья! Да! Мы действительно добились успеха! Хорошо! Хорошо! Успокойся! Ты забыл, насколько силен этот парень? Он тоже может вернуться!» Зиньвый потер подбородок и задумчиво пробормотал. «Мы должны быть очень осторожны здесь!» «Найти подземелье прямо сейчас было бы очень большой проблемой!» «Не говоря уже о золоте этого богача!» «Давай сначала вызовем подкрепление!» «Пусть все наши друзья придут сюда!» «Ки-ки-ки!» «Кто знает, из подземелья может выпасть табличка гильдии или что-то подобное, и мы сможем стать первой гильдией в игре!» «Какая чертова удача!» «Этот богач – моя счастливая звезда!» «Ха-ха-ха-ха!» Зиньвый высокомерно стоял и оглядывал окрестности. Гуанье быстро принялся за работу и обзвонил всех, кого они знали, кто находился в этом районе и поблизости. Через несколько минут вокруг собралась группа игроков, и еще несколько человек продолжали пребывать. Внутри горы, в глубине извилистых тоннелей пещеры, лениво подняло голову существо с черно-зеленой кожей. Нирия заметила слабую добычу, забредшую в ее логово, но она вздохнула, выпустив струйку дыма, понимая, что мяса не хватит даже на то, чтобы почувствовать вкус, не говоря уже о том, чтобы набить желудок. Даже не открывая глаз, он лениво опустил свою красную шипастую голову на холодную землю пещеры. Она знала, что добыча непременно попадет ему в рот, поэтому не делала никаких движений. Она терпеливо дремала и ждала, рассеянно наблюдая за Лямом своим душевным чутьем. Она наблюдала за ним, пока он подбирал медные монеты, а затем-затем, как он подбирал серебряные. Она даже наблюдала за ним, когда он оставил несколько серебряных монет и двинулся к куче золота, но позже вернулся за ним, споткнувшись и упав на лицо. Хех! Какой неуклюжий человечек! Хорошо, что глупость не заразна. Она высокомерно фыркнула, и дым снова заполнил маленькое пространство. Она лениво приподняла одно веко. Ее флуоресцентный глаз, похожий на щель, был наполовину открыт и наполовину закрыт, и наблюдал за Лямом, когда тот тряхнул головой и побежал за несколькими монетами. Хотя внутри были горы и горы сокровищ, человек все равно вернулся за парой золотых и серебряных монет. Такова жадность живых существ. Она снисходительно хмыкнула. Однако уже в следующую секунду огромный страшный дракон мгновенно замер. Она рывком подняла голову и сверкнула глазами. Грохот. Прошла минута. Огромный зверь моргнул, и наконец понял, что только что произошло. Нирия поспешно развернула свое тело, в гневе ударив хвостом, и увидела, как человек с огромной скоростью вылетел из пещеры и самой горы. Эр-эр-эр-эр. Она издала ужасающий вой и без раздумий выскочила наружу. Обман. Проклятый человек перехитрил ее. Забрав лишь часть ее сокровищ, глупое и неуклюжее человеческое существо убежало. Нирия задрожала от гнева. Глупый человек выставил ее дурой. Она выскочила из пещеры по следу добычи, решив сегодня же его сожрать. Эр-эр-эр-эр. Она открыла пасти и сдала еще один ужасающий вой, но на этот раз из ее пасти вырвалось ярко-красное пламя, совпадающее с цветом ее кожи и чешуи. Тем временем, Лям втянул огромный глоток воздуха и начал бежать, как только приблизился к входу в пещеру. Он не был уверен, что у него получится. Ведь зверь, который собирался его преследовать, был драконом, пусть и одним из низших драконов. Но он не мог упустить такую возможность и собрал все свои силы, чтобы бежать так быстро, как только мог. Он неуклюже спустился по извилистым тропинкам горы, наполовину скользя, наполовину соскальзывая, чтобы поскорее покинуть зону. Однако, как только он приземлился на ровную лесную землю, Лям с визгом остановился. Перед ним стояло около 20-30 игроков, каждый из которых был не ниже второго уровня, а позади него, на холме, раздался ужасающий рев, и из входа в пещеру вырвалась огненная волна. Глава 20 Спасибо за помощь, ты готов умереть, сука. Пробормотал тзиньвой с ухмылкой на лице, довольный тем, что Лям растерялся. Что? На что ты смотришь? Тебе интересно, как мы все здесь оказались? Я следил за тобой все это время. Хех. Держу пари, ты даже не знал об этом. Он положил руки на талию и высокомерно рассмеялся, глядя на богатого мальчика перед собой. Лям, с другой стороны, был занят тем, что оглядывался по сторонам. Он нахмурился, прокручивая в голове различные сценарии. Он обдумывал несколько вариантов, когда замышлял воспользоваться этой маленькой сокровищницей, но никогда не представлял себе такого исхода. Тьфу. Почему ты озираешься, как обезьяна, съевшая имбирь? Просто умри уже. Тзиньвой шагнул вперед, размахивая кинжалом. В конце концов, у нас нет целого дня, чтобы тратить его на тебя. Нам нужно исследовать подземелье, которое ты нам показал. Ха-ха-ха. Я прав. Это ведь подземелье, не так ли? Однако, приблизившись к Ляму, он заметил нечто странное. Человек перед ним не выглядел напуганным до смерти, как он надеялся. На самом деле, он вообще не выглядел испуганным. Вместо этого на его лице была широкая ухмылка. «Спасибо за помощь», — пробормотал Лям. «А ты что, с ума сошел?» Тзиньвой усмехнулся и взмахнул кинжалом. Позади него другой игрок уже наложил на него исцеляющие заклинания, когда его окутал зеленый туман. Тзиньвой принял меры предосторожности, чтобы убедиться, что его не убьют одним выстрелом, как это случилось с другим вором. Он бросился к Ляму и метнул в него свой кинжал, целясь в живот, как вдруг из пещеры на горе раздался сильный взрыв. Почти сразу же из пещеры, словно пуля, вылетела огромная красная фигура и с оглушительным грохотом упала на землю. Нирия поднял свою шипастую голову дракона и выпустил струю жаркого пламени на нескольких игроков справа. Все произошло за несколько секунд, и никто не ожидал этого и не был к этому готов. Они все еще смотрели на огромного дракона с открытым ртом, когда пламя опалило их, отняв часть здоровья. Несколько собравшихся игроков даже погибли, не выдержав ни одной атаки дракона. «Проклятие! Что это, черт возьми, такое!» Потрясенно воскликнул Цзиньвы. Он повернулся, чтобы спросить у Ляма, что происходит, когда заметил, что человек, которого он атаковал, уже куда-то исчез. «Черт! Эта маленькая сучка нас подставила!» Прорычал Цзиньвы. «Встать в строй!» Сейчас, когда Нерея подняла голову и снова зарычала, разгоняясь для следующей огненной атаки, Цзиньвы и группа игроков наконец-то смогли сориентироваться, и на дракона обрушился залп атак. Однако как можно было так легко подчинить редкого элитного монстра? Просто размахивая хвостом то тут, то там, дракон создавал вокруг себя круг страданий, не позволяя никому приблизиться к своему телу. Его физическая защита не уступала силе физической атаки, и каждый раз, когда он открывал пасть, на группу игроков сыпались огромные цифры урона. И вот так группа людей, собравшаяся только для того, чтобы поиздеваться над одним игроком и, возможно, исследовать подземелье, теперь сражалась в проигранной битве с чудовищем, похожим на рейдбосса. Цзиньвы был вне себя от ярости. Перед ним была очень хорошая возможность, но они не смогли воспользоваться ею должным образом из-за элемента неожиданности. Если бы у них была хотя бы минута на подготовку, результат был бы намного лучше, и они могли бы уже победить дракона, став первыми игроками в игре, которым удалось совершить такой подвиг. Но сейчас они едва держались, боролись за то, чтобы остаться в живых. Чёртова шлюха! Если он снова попадётся мне в руки! Закричал Цзиньвы, снова пытаясь ударить дракона со спины. К его ужасу, другие игроки тоже начали прибывать, заметив суматоху в этом районе. Не говоря уже о том, что город и лес находились совсем рядом с деревней новичков, отправной точкой для многих игроков. Каждый раз, когда дракон двигался, он сотрясал землю, привлекая всеобщее внимание. Конечно, внимание всех, кроме одного человека, который деловито взбирался на гору, с которой спрыгнул вниз всего несколько секунд назад. Руки и ноги Ляма побежали вверх по горе, поднимаясь так быстро, как только мог. Как только он увидел перед собой группу игроков, он уже решил действовать. Он не был уверен, что сокровища уже исчезли из пещеры, но если он успеет добраться до них до того, как дракон будет убит, он знал, что у него есть хороший шанс все это заполучить. Глава 21 Попадание на материнскую жилу Лям запыхался, когда добрался до входа в пещеру. Он никак не ожидал, что это произойдет. Его длинные волосы развивались на ветру, и он быстро вбежал в пещеру. Все его тело было мокрым от пота, а выносливость была слишком низкой. Но сейчас ему было на это наплевать, так как он ясно видел, что внутри пещеры все еще сверкает. Более того, Нерея была в самом разгаре своей истерики и громко ревела, так что на этот раз сокровища никто не охранял. Джекпот Воскликнул Лям, облизывая губы. Несмотря на то, что в его жизни было достаточно испытаний, которые придали ему спокойствие и устойчивость, он все же не мог не взволноваться при виде трех или четырех оставшихся куб внутри пещеры, которые ярко сверкали. Он поспешно бросился вперед и запихнул в инвентарь все, что попалось под руку. Он не знал, когда все исчезнет, поэтому не утруждал себя разглядыванием вещей и вслепую запихивал все подряд. К счастью, все золото, серебро и медь автоматически сохранялись как валюта и не занимали места в инвентаре. Иначе у него давно бы закончились слоты. Помимо золотых монет, здесь были различные драгоценные камни, книги навыков и свитки рецептов, не говоря уже о рудах, травах и всевозможном снаряжении. Примерно три четверти его инвентаря из 500 слотов были полностью заполнены, и Лиам, вероятно, стал самым богатым игроком во всей игре. Он обчистил всю пещеру сверху донизу за несколько секунд. Он даже потратил время на то, чтобы дважды проверить пространство, убедившись, что каждый уголок из акаулок опустошен. И когда он наконец закончил, Лиам подошел к самому дальнему углу пещеры, логову дракона, месту отдыха Нирии. Место выглядело достаточно пустым, если не считать подстилки из соломы и шелухи, на которой лежал зверь. Здесь же лежала пара костей, вероятно, от последней трапезы дракона, но кроме этого никаких особых сокровищ не было. Хаймымым хмыкнул Лиам, повернулся и уже собирался уходить, как вдруг приостановился. Он снова посмотрел на подстилку, прищурил глаза и присел на корточки. Он провел рукой по неприметной подстилке и начал терпеливо разбирать ее. Его руки были быстрыми и в то же время осторожными, когда он разрывал толстую кучу подстилки. Бинго! Губы Лиама скривились, когда он заметил три предмета, уютно спрятанные в центре подстилки. Дракона, вероятно, не волновали другие сокровища, которые он выставлял на показ, в то время как эти три предмета он лично охранял, спрятав их под своим телом. Уже одно это говорило Лиаму о потенциальной ценности этих трех предметов. Не теряя времени, он быстро схватил все три предмета и только после этого осмотрел их. Он сел на землю и положил их один за другим. Первым был белый овальный предмет среднего размера, довольно тяжелый. Это яйцо. Пробормотал Лиам, аккуратно положив его в один из слотов инвентаря. Затем он взял второй предмет, похожий на осколок фиолетового цвета, вероятно отколотый от какого-то драгоценного камня. Хайм Им Им. Он осторожно положил его в инвентарь, а затем взял третий предмет, который оказался старым и ржавым ключом. Что за черт? Лиам снова понятия не имел, что это такое, хотя играл в эту игру уже второй раз. Люди, которые раньше разграбили эту пещеру или, скорее, погибли, пытаясь это сделать, никогда не упоминали ничего об этих трех предметах. Он много слышал о грудах золота, драгоценных камнях, свитках с рецептами и книгах навыков, но ничего о яйце, осколке или ключе. Во-первых, он не был уверен, что кому-то удалось разграбить всю пещеру, как это сделал он, но даже если это и так, и даже если эти предметы были чрезвычайно ценными, только глупцы стали бы разглашать эту информацию. Так что, либо никто не получил их, либо, по крайней мере, тот, кто их получил, был не глуп. Ну и ладно. Лем почесал голову и бросил ключ в инвентарь. Не задерживаясь больше внутри, он встал с грязной земли пещеры и вытер пыль с одежды, после чего вышел обратно. Все эти места с сокровищами были хороши, но не это было его главной целью в игре. На самом деле, когда наступит неизбежный апокалипсис, эти золотые монеты или даже валюта реального мира не будут значить практически ничего. Только истинная сила и власть имели значение. Бегло проглядывая различные предметы в своем инвентаре, Лем вышел из пещеры. Его взгляд просканировал лес внизу, где Нерея все еще поднимала бурю и громко ревела. Однако он не собирался спускаться вниз и вступать в бой. Для победы над Нереей требовалась орда из как минимум 25 игроков, которые сражались с драконом в идеальной синхронизации и координации. Люди перед ним просто безрассудно сражались с драконом, ставя на кон своей жизни. Он знал, что таким образом им никогда не удастся победить дракона или, по крайней мере, на это уйдет много времени. Но Лем знал, что лучше не вступать в проигранную битву. В отличие от других, которым было наплевать на пару поражений или смертей, ведь это было только начало игры. Он знал истинную цену смерти. Глава 22. Новая команда. Каждый раз, когда игрок или, скорее, человек умирал в игре, его душа становилась немного слабее. Каждая смерть понемногу разрушала душу человека. Это выяснилось через несколько недель игры, когда кто-то в конце концов умер от истощения. К тому времени было уже слишком поздно, и души почти всего населения были испорчены в той или иной степени. Ни один человек не обладал целостной и здоровой душой. Хотя Лем не собирался становиться героем или спасителем этого мира, он также не был достаточно хладнокровен, чтобы держать эту важную информацию при себе. Хаймымым. Наверное, мне стоит написать об этом сегодня вечером на форуме или еще где-нибудь. Лем сделал мысленную пометку и приготовился покинуть гору, направляясь к следующему месту, которое было у него на уме. Но когда он вышел, то заметил пару знакомых фигур, стоящих перед другой пещерой, прямо рядом с логовом дракона. О-о-о! Какое совпадение! Мы снова встретились, эксперт. Рей быстро подошел к нему и охотно завязал разговор. Разве ты не сражаешься с драконом, старший? Лем покачал головой и повернулся, чтобы уйти. А-а-а! Подожди! Подожди минутку, старший! Поспешно крикнул Рей и подбежал к нему, видя, что тот снова уходит. Это мы только что нашли здесь подземелье. Логово Черного Ворона. Наша группа получила бонус к открытию, большой прирост опыта и бонус к количеству выпавших предметов. Нам все еще не хватает двух человек. Хочешь присоединиться к нам, старший? Пояснил Рей и уверенно спросил Лема, почти уверенный, что ему не откажут. Команда, впервые проходящая подземелье, обычно получала 100% прибавки к опыту, что было немаловажно, но даже этого было недостаточно, чтобы соблазнить Лема. Но он не отказал Рию. Вместо этого он сделал небольшую паузу, прежде чем кивнуть головой в знак согласия. Была причина, почему он так поступил. Лем догадывался, что в подземелье могут быть какие-то подсказки. В конце концов, подземелье находилось прямо рядом с пещерой, где он добыл три загадочных предмета. Если принять во внимание только прибавку к дропу или прибавку к опыту, то, вероятно, ему ничего из этого не требовалось, но он не был уверен, что какие-либо дополнительные выпадения сработают, потому что он обладал уникальными предметами. Поэтому Лем решил пройти подземелье хотя бы один раз. Ему нужно было повысить свой уровень, независимо от этого, и это был неплохой способ. Да. Понял, старший. Мы не будем тянуть тебя вниз, клянусь. Рий был в восторге, увидев, как Лем кивнул. Хорошо. Достаточно. Каков состав вашей партии? Лем похлопал взволнованного юношу и пошел в сторону подземелья. Ха-ха-ха. Рий тут же расплылся в широкой ухмылке. Брат, как и ты, я тоже играю без класса. Он даже показал большой палец вверх и подмигнул. Вот идиот. Лем покачал головой, горько улыбаясь. Добавь меня в группу. Он хотел проверить их статистику перед началом. Если их состояние было слишком плохим, то не было смысла объединяться с ними. Вместо того, чтобы тащить на себе мертвый груз и идиотов, ему было бы намного легче, если бы он просто пошел в одиночку. Особенно если учесть, что это было подземелье для новичков. Он уже закалил свое тело, да и сам был уже не первого уровня. После боя с волками он дважды повышал уровень и сейчас был на 3М уровня. Так что для него даже соло-зачистка не была невозможной. Рий кивнул и быстро добавил Лема в группу. Динь. Вы приглашены в группу. Динь. Вы принимаете приглашение? Да нет. Лем нажал «Да», а затем молча осмотрел трех своих новых товарищей по команде. Хотя у него не было особых ожиданий, он был приятно удивлен, увидев их статистику. Все трое были 4го уровня, на целый уровень выше, чем он или группа игроков, сражающихся с Нереей рядом с ними. Кроме того, из всех троих только Рий не выбрала какой-либо определенный класс. Одна из двух девушек выбрала путь паладина, а другая – роль целителя, точнее – жрицы. Хотя и паладин, и жрец полагались на святую силу, манус влитым в нее атрибутом светлого элементаля, паладин больше концентрировался на защите и предотвращении повреждений, а жрец – на исцелении. Хаймымым. Неплохо. Совсем неплохо для импровизированной группы, пробормотал Лем, не обращая внимания на то, что он произносит эти слова вслух. Рию было все равно, он посмотрел на своих сестер и нервно улыбнулся, а затем снова обратился к Лему. Брат, мы не совсем импровизированная команда, мы играли вместе в другие игры. Имымым. Хорошо. Мы ждем кого-то еще или начнем? Лем проигнорировал его замечания и перешел непосредственно к делу. На этот раз ему ответил не Рий, а одна из двух женщин – паладин. Мы будем делить дробь броском кубика, кому выпадет тот и возьмет снаряжение или книги навыков. Понял? Глава 23. Чистое тело Иняликс завязала свои длинные рыжие волосы в тугой пучок, оглядывая Лема сверху донизу. Каждый раз, когда ее взгляд падал на него, ей становилось ясно, что она находится в игре. Ни один настоящий мужчина не может так выглядеть. Хотя она сама была довольно привлекательной, со стройным телом и мягкими изгибами, человек перед ней находился в совершенно другой лиге. С его внешностью он мог бы быть топ-моделью в реальном мире, зарабатывая шестизначную сумму. Но кроме его внешности и, возможно, особого квеста, который он получил, в нем не было ничего особенного, не говоря уже о высокомерном отношении, которое он постоянно демонстрировал, словно он лучше всех остальных. Алекс сильно сомневалась, что этот человек заслуживает всего этого внимания и бесстыдного целования задницы, чем беззастенчиво занимался Рей. Насколько она знала, этот парень, возможно, был просто поддельным подражателем. Итак, вы согласны или нет, мы будем бросать кубик, разделяя снаряжение и книги навыков. Она повторила свои слова снова, подчеркивая каждый из них. Лям язвительно усмехнулся. Какое ему дело до дропа из подземелья для новичков? Меня это вполне устраивает. Мне не нужно никакого снаряжения. Мы можем делить книги навыков. Но у меня есть одно единственное условие. Если будет какой-нибудь материал или уникальный дроп, я возьму его. Хаймымым. Алекс пристально посмотрела на него, подняв бровь. Просто потому, что он сказал то, что сказал. Она не могла не почувствовать, что здесь будут уникальные дропы или какие-то особые квестовые предметы. Этот парень был бета-тестером, как он может знать все заранее. Тем не менее, она пожала плечами и согласилась. Она не хотела тратить слишком много времени на разговоры, потому что если они не пройдут подземелья первыми, то неизбежно кто-то другой заберет их пирог. После того, как Алекс согласилась, группа быстро прошла внутрь и вошла в пещеру. Как только они вошли внутрь, их словно перенесло в совершенно другое место. Теперь они снова стояли в каком-то лесу, причем очень ветренном, а чистое голубое небо было теперь зловещего темно-фиолетового цвета. Что это за чертово подземелье? Спросил Ри, нервно оглядываясь по сторонам. Вокруг не было никаких зверей или монстров, и место было слишком жутким для обычного пустого леса. Не вниз, смотри вверх. Пробормотал Лиам. Ри и две женщины услышали его слова и тут же подняли голову, чтобы увидеть крошечные красные точки, разбросанные в темно-фиолетовом облачном небе, а когда они присмотрелись, то сразу же ахнули. Крошечные красные точки были глазами, а темно-фиолетовые облака, стаями птиц, кружащимися в бесконечных петлях. Бля. Ри громко выругался от шока, а две женщины тоже выглядели обеспокоенными. Лиам, напротив, спокойно улыбнулся и сел на лесную землю, открыв экран инвентаря. То, что птицы были там, еще не означало, что они собирались напасть на них. Иначе они бы уже сделали это. Хорошо. Мне нужно еще пять минут, и тогда я буду готов. Все были слишком отвлечены, чтобы заботиться о нем, поэтому рассеянно кивнули. Лиам усмехнулся. Игра действительно была слишком реалистичной, и на это была причина. Он вздохнул и покачал головой, наконец-то взглянув на вещи, которые он стащил из логова дракона. Валюта. Золото. Пять тысяч. Серебро. Пять тысяч. Медь. Пять тысяч. Неплохо. Лиам щелкнул языком. Затем он взглянул на первую книгу навыков. Вызов демона. Потребляет 200 мана и вызывает низшего демона. Заклинание активно в течение 20 секунд. Уровень 1. Иче. Иче. Какое дорогое заклинание вызова. Лиам быстро освоил навык, поскольку количество навыков не ограничено, но выровнять их все и убедиться, что они действительно полезны, это совсем другое дело. Можно выучить сотню навыков, но физически невозможно сосредоточиться на всех них, прокачать их все и, что еще важнее, достичь просветления относительно всех них. Но этот конкретный навык стоил потраченного времени и усилий, потому что Лиам знал, что после его полного освоения игрок сможет навсегда заключить контракт с демоном. Конечно, для этого было еще одно необходимое условие. Только люди с очень высоким демоническим сродством могли достичь этой стадии. Лиам не обладал близостью класса ССС, который технически был самым высоким, но у нее все еще была близость класса С, что было достаточно хорошо. Поэтому он не стал медлить и быстро освоил этот навык. Алекс стоял рядом с ним, с любопытством наблюдая за Лиамом и гадая, что он задумал. Эй, Хавштадтер, как ты думаешь, что он делает? Он только что освоил навык. Пробормотала она себе под нос. Лиам проигнорировал их болтовню и уже собирался открыть следующий пункт, когда его рука внезапно остановилась. Хавштадтер. Его глаза быстро просканировали имя третьего члена партии, жрицы, с которой он не так много общался. Рей Торнвуд. Алекс Торнвуд. Мя Хавштадтер. Раньше он не обращал внимания на их имена, а теперь, когда обратил, Лиам был совершенно ошарашен, что это было судьба или простое совпадение. Лиам проклинал себя за то, что не заметил этого раньше. В спешке он чуть не отослал неспосланный богом подарок. Мя Хавштадтер. В его прошлой жизни она была очень известным игроком. Она постоянно была одним из лучших лекарей в таблице лидеров. Не говоря уже о ее первоклассных навыках боевого священника, когда она не лечила. Кроме того, эта женщина была чрезвычайно хороша собой, с великолепной фигурой, медовыми светлыми волосами и парой ярко-голубых глаз. Она также обладала спокойным, собранным и холодным, как меч в ножнах, характером, что не совсем соответствовало образу доброй и благожелательной жрицы, и все же ее обожали бесчисленные поклонники и почитали как богиню. Однако все это происходило, когда в мире еще сохранялось подобие нормальной жизни. После того, как все начало становиться мрачным, по какой-то причине ее имя исчезло совсем. Она даже не была зарегистрирована в ассоциации. В голове Ляма автоматически прокрутилось несколько фактов, которые он слышал оме, и он сделал паузу, обратив внимание на один конкретный момент, единственный, который его волновал. Эта женщина перед ним обладала чистым телом инь. Глава 24. Бег в подземелье люди не все одинаковы, и некоторые обладают благословенной структурой, даже живя на такой непробужденной планете, как Земля. У самого Ляма не было никакой особой структуры. В своей прошлой жизни он завидовал тем людям, у которых она была, потому что они могли легко взмывать вверх и стоять на вершине, когда все остальные испытывали трудности. Тело было сосудом, который поглощал, хранил и служил проводником для энергии и магии. Поэтому, когда человек имел преимущество в этом аспекте, его прогресс был плавным и устойчивым. Во второй раз Лям не собирался недооценивать столь важный фактор, особенно когда он стучался к нему в дверь. «У тебя есть божественное сродство?» Лям посмотрел на Мию и спросил, переходя непосредственно к делу. «Класс ССС», добавил он. Девушка перед ним была ошеломлена. Ее губы слегка разошлись, и она спросила, «Что? Откуда ты это знаешь?» Алексей и Рей тоже были шокированы и смотрели на него вопросительными глазами. Лям улыбнулся. Ему не нужно было ждать их ответа. Судя только по их реакции, он мог сказать, что его предположение было действительно верным. «Ха-ха! Ничего подобного!» Он усмехнулся и поднял руки. «Мне просто интересно, почему вы выбрали такой класс, как священник?» Старший, я правду говорил. «Мы сильная команда», усмехнулся Рей. Видимо, только он поверил ответу Ляма, так как две другие женщины прищурили глаза и настороженно посмотрели на него. «Хорошо, я почти закончил». Лям не стал больше останавливаться на этой теме, так как знал, что убедить собеседницу в том, что он хочет от нее, сейчас практически невозможно. Он выбрал еще одну книгу навыков «Базовый навык для класса некромантов» и быстро выучил его. Этого должно быть достаточно для этого подземелья. Он закрыл свой инвентарь, а затем встал, обнажив один из мечей, которые он забрал из логова Нерей. «Пылающий железный меч», тип оружия, одноручный меч, прочность 20-40, урон от атаки 15-20, ловкость 5. «Пойдемте, первый моб должен быть впереди. Не обращайте внимания на тех, что летают в небе. Они не будут спускаться, чтобы напасть на нас», объяснил Лям. Группа пошла вперед. Лям и Алекса впереди, а Ри и Мя сзади. Мя не могла не взглянуть на худого и мускулистого мужчину перед ней. «Почему он спросил меня об этом?» Тихо спросила она. Через несколько секунд появились первые звери. Группа бродячих волков стояла перед Лямом и Алексой. Прежде чем кто-то успел что-то сказать, Лям бросился вперед и взял ситуацию под контроль. «Танк возьмет двух слева. Я атакую двоих справа. Ри, поддерживай танк. Целитель, следи за внезапными повреждениями». Алекс нахмурилась, задаваясь вопросом, кто поставил этого парня во главе их группы, но она решила просто плыть по течению и раз и навсегда убедиться, чего этот парень стоит. Она использовала свое базовое умение паладина-блок и выставила вперед свой щит. Два волка тут же зарычали и напали на нее, но их когти и клыки были заблокированы щитом. Она умело двигалась, блокируя каждую их атаку, снова и снова, даже предугадывая их манеру нападения. Однако это были всего лишь волки, поэтому Алекс даже смогла воспользоваться передышкой и взмахнула мечом вперед. Ри поддержал ее, пуская стрелы сзади, и вдвоем они быстро расправились с волками, меньше чем за минуту. «Ух!» – крикнула Алекс, когда к ней потекли очки опыта. Она уже собиралась повернуться и посмотреть, как дела у Ляма, но следующая пара очков опыта тоже хлынула потоком. Он в одиночку расправился с двумя волками за то же время, что потребовалось нам обоим. Она была ошарашена. Она хотела открыть интерфейс системы и проверить количество нанесенного урона, так как они получали уведомления только за очки опыта, но голос Ляма снова прокричал. «Возьми волчье мясо и поставь его на вершину той гигантской скалы». Он пробормотал и небрежно подобрал несколько выпавших медных монет. Глаза Алексы расширились. Этот бесстыжий парень. Но остальным двоим, похоже, было все равно, и они быстро сделали то, что сказал Лям. Они разделали тело животного и нарезали кучу свежего мяса. Поскольку ни одна из женщин не хотела прикасаться к сверхреалистичному рубленому мясу, а Лям уже подошел к скале. Рей вызвался сам и небрежно перенес кучу мяса на скалу. «И что теперь?» – спросила Алекс, скрестив руки перед своей широкой грудью. Лям молчал, но вскоре послышалось отдаленное хлопанье крыльев. «Теперь начинается». Он улыбнулся. Глава 25. «Неожиданные изменения. Ребята, у вас под рукой есть какие-нибудь зелья? Держите на готове». Лям едва закончил говорить, когда дальние деревья задрожали и зашуршали листвой. Около пяти черных воронов с большими красными глазами летели к ним, как пули. Танк. Внимание. Ты берешь двух. Я разберусь с остальными тремя. Рей. Тот же порядок. Следуй ему. Сначала окажи поддержку танку. «Приходи ко мне после того, как разберешься со вторым». «Целитель, следи за здоровьем». Алекс была в ярости. Что, черт возьми с этим парнем у них что? Нет имен только у Рея было имя. Она активировала свой навык оглушительный рев и привлекла внимание всех пяти воронов, но Лям быстро сразил трех из них. Его урон был вдвое больше, чем у Алекс, поэтому он тут же оттащил троих от нее, одарив ее суровым взглядом. Следуйте моим указаниям. Птицы были немного проворнее волков, и их основной атакой были клювы и когти, яростно атаковавшие цель. Тем не менее, Лям ловко уворачивался от их атак, его закаленное тело не отставало от его движений. Каждое его движение было продуманным и абсолютно точным. Рядом с ним Алекс также блокировала птиц и парировал их удовольствия.